Нонна Нонна Андрей Осторожно Нонна Нонна Спокойней Где оружие? Где гильза, Данилов? Мам, это не я Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 Магнат? Он самый. Хорошо. Тогда спать, да? А пирог, ну ладно, подождет до завтра. Да, давай. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Привет, Андрюш. Я соскучилась. А ты? Еще не забыл меня? У меня для тебя сюрприз. Я знаю, кто убийца. Виновный должен быть наказан. Пощады не будет. Данилов, что случилось? Звонка в облачном хранилище нет. Хотя у меня пишутся все вызовы. Это чертовщина какая-то. Может, ты просто заработался? Ты устал? Ну как устал? В смысле устал? Да, но не настолько, чтобы глюки ловить. Может, это просто фраза из фильмов? Монтаж? Да. Подожди, а кому это может быть нужно? Фанатам. Убийцы Нон уже до сих пор не нашли. Наверняка из тех, кто считает тебя виновным. Меня оправдали, Марта. Слушай, фанаты и люди такие, за скоками. Может, это просто шутка? Нет, это все гораздо серьезней. Вот этот вот шутник, он знает про Лилию. А Лилия, это кто? Это что? Это мановящий кошмар. Об этом вообще никто узнать не может, понимаешь? Ты уверен, Алида? Нет. Тарасов, Тарасов твой лучший друг. У тебя от него нет секретов? Я от тебя тоже ничего не скрываю, но ни ты, ни Олег об этом знать не можете. Данилов, ну так же не может быть, чтобы никому не рассказал, но кому-то все равно известно. Соображай, этот кто-то, кто знает фильмы Нон и наизусть, кто до сих пор тебя подозревает или просто ненавидит. Кстати, я знаю, кто это может быть. Вон он, веник. А откуда ты узнал, что он будет здесь? Начальный пункт его экскурсии. По иронии судьбы, на этом кладбище снималась финальная сцена известной киноленты «Синоним мести», где блистала Нонна Аркадьевна. Здесь же актриса и нашла свой последний причал. Можно возложить цветы. Сейчас, секундочку. Какая честь, Андрей Михайлович. Здрасте. Не поясничай, веник. Разговор есть. Дамы и господа, можно проследовать к автобусу. Через полчаса у нас экскурсия на студии, где снималась Нонна. Прошу. Ну, слушаю. Сегодня ночью ты мне звонил. Данил, я тебе три дня назад звонил. Сказать, что фан-клуб скидывается на память. Ты же меня фактически послал. Перестаньте снимать. Или ты передумал. Хочешь поучаствовать? Это правильно. Ты ведь теперь всю жизнь должен моей семье. Сестра на твоей совести. И ты ответишь за это. Значит, это ты, сволочь. Андрей, Андрей, перестань. Идите, Вениамин, вас ждут. А я все знаю, Данилов. Убийца будет наказан. Пощады не будет. Андрей. Что ты сейчас сказал? А ну, повтори. Андрей, помни это, Данилов. Андрей, не слушай меня. Ты слышала, что он сказал? Слышал. Он повторил фразу, пощады не будет. Не нужно было просто этот разговор на кладбище при всех затевать. Приедем к нему домой, все выясним. Он же обычно как себя ведет? Лебезит перед тобой деньги клянчит. А сейчас наглый, на публику работал. Или что-то разузнал. Поэтому сменил тактику. Времени сколько? С ума сошел. Времени сколько? С ума сошел. Что за черт опять брак? Саша. Здрасте, Андрей Михайлович. Статус практиканта не снимает с вас ответственности за невыполнение задания. Три дня назад я вас просил с принтером разобраться. Что произошло, Саш? Забыл. У вас склероз? Вроде нет. Тогда постарайтесь в следующий раз не забыть об этом инциденте, чтобы потом не удивляться своей характеристике для института. Сейчас с пулей летите и печатайте чертеж где угодно. У меня сейчас защита проекта Купцова, и он просил кроме презентации все распечатать. Бегу. Сделаю. Ира. Да. А где Таня катку? Ее не будет. В смысле? В смысле, вот. Уволялась. Как уволялась? В связи с семейными обстоятельствами? Что за ерунда, Ира? Какая реальная причина? Вы же подруги, говори. Таня просила не говорить. Я все равно все узнаю. Ей предложили должность главного дизайнера. Кто? Грозовский. Этого можно было ожидать. Однажды... Вот здесь... Вот, вот, там на этой странице. Нет, вот здесь совпадает. Да. Что случилось? Ну и главная изюминка проекта Оригинальный фасад зданий жилого комплекса Который идеально впишется в историческую застройку А как вы вот это объясните? Андрей Михайлович, вы что, шпионите за мной? Нет, правда, объяснитесь, как так получилось? А вы у своего нового дизайнера спросите, Марк Анатольевич Да мне, честно говоря, все равно, кто у кого там позаимствовал Ну, поскольку решения идентичны Выиграет проект с меньшими затратами Справедливо Папа! Папа! Мы приехали! Лисят, а вы мои! Привет, мои хорошие! Папа! Папа! А что вы тут делаете? А как же море? А мы с морем А где мама? В машине В машине! В машине? Папа, где наш замок? Ммм, еще не готов Я думал, вы прилетите позже Замок! 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 Папа, где наш замок? Ты же обещал! Божена и Милена, ну-ка вы метайтесь отсюда! Прости, у Милены что-то с желудком, но маме пришлось вернуться пораньше Давайте, давайте Дорогой, мы в машине Папа, мы ждем машине Папа! Что ж, господа архитекторы Мне нужно все еще раз обдумать Так что совещание на сегодня закончено Пока что лидируете вы, господин Грозовский Всего доброго Поздравляю Ну какой же он гад, налоговую на тебя натравил, потому что у меня там какие-то связи Постоянно диппингует, еще и вор Ты Купцова замок строишь, докажи ему, что Грозовский жулик Кредит доверия все решит, Андрей Все решит с метом, Марта, вернее уже решила Ну и чего, спит он там, что ли? Сомнительно Аккуратненько Ремонт у меня здесь Грязище Ковыряюсь сам, как могу Архитекторы мне Не по карману Да еще маму в больнице В четверг забрали Говори, что нужно, врачи, деньги Ну ты же понимаешь, что она ничего от тебя не примет Плачет до сих пор Говорит, жила бы сейчас Нона, детей растила А теперь на кладбище лежит Знаешь, говорит, кто к ней сватался Она, дуреха, за Данила выскочила на свою голову Послушай, Винник Вениамин, давайте спокойно все обсудим Андрей готов помочь с памятником А вы мне, парышня, рот не затыкайте Ты покажешь проект памятника или нет? Не ори, Данила Видишь, не фурычил Чудо китайской техники Слушай, а пойдем с тобой на кухню? Поближе к водочке, там грибочкам Ты мне расскажешь про любимый цветок Какой цветок, Данилов, ты бредишь? Это кому? Кажется, нашим Опять? Пойдем, Данилов, на телефоне покажу Не, ну это классический чайник Ну он не смог включить комп, потому что у него клавиша западала Ни одной программы по монтажу звука А уж говорить о том, что ему нужно в облако залезть И звонок там стереть, наверное, для него научная фантастика Заказать он это тоже вряд ли мог У него вечный ветер в карманах Но когда я сказал о Лилии, он осторожился Данилов, я тебе, как любитель всех женских детективов, говорю Шурина, вычеркивай, вычеркивай Что нам сказал наш ночной призрак? Что? Виновный должен быть наказан Пощады Пощады не будет Не будет, смотри Убийца будет наказан Пощады не будет Фразы отличаются И какой вывод? Ночной звонок, это не нарезка из фильмов А что это тогда? Я точно слышал голос Ноны Да, Арена, здравствуйте Да, конечно У меня в офисе удобно будет Хорошо, хорошо, я вас жду Марта, все хорошо? Да, да, я у Веника краска кандышалась, пройдет Может, останешься у меня сегодня? Нельзя в таком состоянии за руль Да нет, Данила, спасибо, мне сегодня домой надо Марта, пойдемте опить на веранду Да, сейчас Ты чего без Света? А? Ничего Ты что, плакала? Да нет Ну-ка Да не плакала, я просто замоталась Господи, ну как не стыдно, а? Кому? Кому, начальнику твоему, упырю Вот так вот выжимают людей до последней капельки А ты потом ночуешь у этого ненормального Данилова Ой, дочь, сколько я тебе говорю, уходи ты из этого банка Хорошо, мамочка, я подумаю Подумай Не плачь Я постараюсь Благодарю Благодарю Так Андрей Мне ужасно неловко Но мои дети так мечтали увидеть этот замок Что уговорили меня вернуться пораньше Не могли бы вы как-то поскорее его завершить? Теоретически, конечно, это возможно, но Надо сдвигать текущие проекты Пожалуйста Если вы за это возьметесь Я уговорю мужа передать вам заказ на жилой комплекс Ну, хорошо Я попробую Данюсь, Данюсь, слушай, это же моя любимая композиция Ну, признавайся, ты мне приготовил какой-то сюрприз Да просто настроение хорошее А Ну что Ты Придумал, куда мы полетим на Новый год? Нет, я даже не задумался еще об этом Ну, когда начнешь думать, уже места везде закончатся А может, на снег? Ну, нет Нет Я хочу, чтобы было тепло, солнечно и чтобы слоны ходили под балконом Слоны Пожалуйста Сейчас, подождите Сейчас Так Давайте Приятного аппетита Попробуй Попробуй Говорят, очень вкусно Посоветовали здесь А Спасибо А ты? Нет, 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 нет Я не ем сладкое А, хорошо Хорошо Слушай, а сегодня же из Парижа с концертами прилетает Тарасов? А Светлана Сергеевна прилетит? Когда? Завтра, кажется Нанес Ну, ты же нас познакомишь Я очень хочу сделать такой Серьезный, достойный репортаж о твоем отце А предстоящий юбилей – это прекрасный информационный повод Спасибо Спасибо большое Вставай, разгильдей Престо! Престо! Быстрее! 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 Мамушка, я больше не могу Ты никогда ничего не добьешься, если не будешь играть, пока не сотрешь пальцы Ты понял, не понял? Конечно Конечно А как ты меня представишь? Ты скажешь маму, познакомься, это Лидия, она журналистка, хочет сделать фильм об отце Или ты скажешь мама, познакомься, это Лида, моя невеста, мы живем вместе и скоро поженимся Ага Я боюсь, что вот этот вот второй вариант, он очень нерискованный В смысле? В смысле, репортажа тогда не будет? Или я не понравлюсь твоей маме? Или ты не готов съехаться? Нет, нет, нет Просто я не самый хороший сожитель Я боюсь, что мои тараканы заставят тебя пожалеть об этом А маме, маме ты понравишься, у меня даже сомнений нет Донес Ты мне нужен любым Даже с армией тараканов Да Ну хорошо, тогда Да Что? Ну в смысле, переезжай ко мне Чего? Данилов, какой ж ты все-таки не романтичный Ну ладно, мы с тараканами над этим тоже поработаем Кому звонишь? Данилову сейчас примчит Март, не нужно Почему? Он сейчас следует же, ты ведь сама говорила Точно Меня, знаешь, так тревожит ночной звонок Ты что об этом думаешь? Пока не понимаю Выглядит так, будто кто-то очень хочет заставить Данилова нервничать Но кто это может быть и чем Андрей ему так досадил, ума не приложу А как думаешь, он что, до сих пор испытывает чувство вины за смерть Ноны? Думаю, да Ну как же так? Как? Пять лет прошло С Андреем работала знаменитая, психиатр, как ее еще по телеку все время показывают Знаменская Знаменская, гипнотерапия, блокада негативных воспоминаний, что это все напрасно Все вот это напрасно, и злодею ничего не стоит все так быстро откатить Чувство вины Андрея гораздо глубже Захочет, он сам расскажет С чего вдруг расскажет смешно, если до сих пор еще ничего не рассказал Мартышка, ну не переживай, у него теперь есть Лида Может, ей удастся как-то отвлечь его, что ли, от этих воспоминаний И потом, дружба дружбой, конечно, но ты же понимаешь, что уже не получится вот так вот запросто заявиться к нему в ночи И о ваших спонтанных путешествиях, наверное, тоже лучше забыть Наверное, ты прав Бедная девочка Браво! Браво! Спасибо Блестяще, впрочем, как всегда И, как всегда, незаменимый помощник мастера Спасибо Спасибо У нас есть уникальная возможность побеседовать с ее владельцем Пока этот редкий гость не улетел домой в Париж Концерт в родном городе – это всегда волнительно Но, конечно, основная цель приезда – вечер памяти Михаила Петровича Там я буду играть в темы из экранизации его книг В свое время он и Светлана Сергеевна подарили мне мир музыки Привили мне вкус Всегда они относились ко мне, простому пацану из коммуналки, как к родному Хотя я был всего лишь другом их сына по музыкальной школе А вот и он, Андрей Данилов Давай сними Поздравляю, молодец Спасибо тебе Спасибо Светлана Сергеевна, мое почтение Я всегда знала, что ты блестяще скрипать, боже мой Ну, конечно, не с пиваков, но какое самообладание, какая техника, какая дисциплина Благодарю вас, благодарю вас, Оленька Светлана Сергеевна, вы были агентом Михаила Данилова, а теперь возглавляете фонд его имени Допустим, это кто? Простите, я не представилась Это Лида, мам Да, познакомьтесь А, та самая журналистка Ну, примерно так я вас себе и представляла Как так? Бестеремонный Андрею я позвоню Да, Галочка Лидия, все интервью по предварительной договоренности Я Ольга Монт, пресс-секретарь Светланы Сергеевны Вы можете подать заявку на вечер памяти Возможно, вас аккредитуют До свидания Светлана Сергеевна Да? Что она ей сказала? Просто профи Андрюша, почему ты мне не рассказал о вашей следе чудесной идеи? Какой? Я, кажется, поняла Эта милая девочка решила представить себя достойным сыном А вся эта идея с фильмом… Нет, это очевидно принадлежит ей Каким фильмом? Фильм о Михаиле Петровиче как о человеке, о его семье Планируются беседы с женой, сыном, близким другом семьи с крепачем Олегом Тарасовым Это Лидия Умница? Да, да Ты не находишь, Андрей? Нахожу, но не уверен, что смогу участвовать Мам, извини, работы много Андрей, это твой долг В память об отце которому, извини, конечно, но ты обязан всем В конце концов, это просто неприлично Как ты старательно игнорируешь свои обязанности Ну, извини, мам, что не вписываюсь в твою картину идеальной семьи Извините Боже, я открою в своем номере ботанический сад Вы Данилов? Нет, Данилов, вот Тогда это вам Мне цветы? Да Шутка, что ли, какая? Спасибо До свидания Андрей? Что случилось? Все в порядке, мам Да, я понял, спасибо Ну, чем обрадовала цветочная лавка? Ну, ничем Букет отправлен анонимно Ну, погрызи еще У тебя есть другие предложения? Ищи не того, кто отправил букет, а того, кто знает про Лилию Вот Марта, например, уверена, что это ты Так что давай, сдавайся, негодяй Вы оба Диванны и Пинкертон Я о Лилии узнал сегодня О психиатру Знаменской Ты мог об этом рассказать? Тогда, сразу после смерти Нонны Что вы сейчас видите? Нонна на полу Белая блузка Красная лилия Ты прав, я поговорю с ней И выясни, кто имел доступ к записям сеансов Марта А Лита в курсе? С приездом Открываю Ну да, ну да Это я Едкий гость Был редкий, стал едкий Данилов, почини уже свой принтер в бюро Мартышка, спасибо, это прекрасно Она так себя ведет, как будто у себя дома Уже пятнадцать лет, как? У тебя на работе, видимо, тоже Лит, пойдем поможешь с тортом Да, конечно Похож Похож, похож Лита, помоги, пожалуйста Достань чашки Чашки Угу Ой, эти Ложечки Вот в этом Спасибо тебе Угу, спасибо Спасибо Я Андрея, если что, кофе сварила Он любит, вон в турке стоит там на плите Данюсь, ты чай? Кофе! Я же говорю А ты Андрею не клади, он сладкое не ест Да ну что ты, Лит, он от моего торта еще никогда не отказывался Да, Андрей кофе без сахара пьет Ну он просто правда без сахара кофе пьет Лида Да. Куда ты пропала? Нам тебя не хватает. Правда, мне показалось, у вас там есть кому развлекать. Ну, что случилось? Ну, ты не в настроении? Нет, я в смятении. Ты предложил мне переехать к тебе, но здесь вот везде ее вещи. Вот духи в спальне, эта ночнушка трикотажная вся в катышках. Кошмар. Лид, мы с Мартой просто друзья. Я тебе обещаю, она заберет свои вещи и больше не будет приезжать на ночлег. Ну-ну. Ну. Лида, торт будешь? Вот это, Марта, то, о чем я тебе вчера говорил. Похоже, нам пора и честь знать. Давай хотя бы Данилову дождемся. Нет, я предлагаю уйти по-английски. Давай не будем создавать неловких ситуаций. Пойдем. Марта! Олег, вы ушли? Да. Нам показалось, что вам нужно побыть вдвоем. Ясно. Ну, тогда пока. Ой, а что, Олег с Марты уже ушли? Да, ушли. Оставили нас с тобой вдвоем. Ну да, она же не церемонится. Захотела — пришла, захотела — ушла. Лида, ну чем ты опять недовольна, а? Я просто хотела с Олегом поговорить по поводу съемок, а мы не успели даже пары слов обмолвиться. Ну, ничего. Завтра поговорим. Надеюсь, ее там не будет? Абсолютно точно. Так что не волнуйся. Ладно. Слушай, я так рада, что Светлана Сергеевна одобрила мою идею. Прям не терпится приступить. Ты не против, что я альбом без спроса взяла? Да, конечно. Мой дом теперь и твой дом. Так что не надо спрашивать разрешения. А Олег сказал, что ты как раз не в восторге от моей затеи. Почему? Просто расскажешь про детство, об отце. Фильм же, в конце концов, о нем, а не о Светлане Сергеевне. И фильм не состоится без тебя. Нанюсь, для меня это очень важно. Ну, хорошо. А зачем ты клоуну голову оторвал? Это Пафнутич. Случайно обезглавил. Любимая игрушка, между прочим. Очень переживал потом. Папа подарил. Ну вот. Вот об этом и расскажешь. Хочешь, я оператору позвоню, договорюсь на утро. Нет-нет, Лид. Утром я в замке у Купцова. Мне надо сдать заказ раньше, иначе жилой комплекс перейдет к Грозовскому. Ты представляешь, что сделал этот человек? Переманил моего дизайнера Таню Катку. А помнится, мне ты говорил, что в командировке был один? Так. Давай так. С этого дня больше никаких тайн и никакого уранья. Договорились? Ли-да. Договорились. Андрюшик, это я, баба Ягознаминская. Соскучились? Ну, конечно, Арятна Филипповна. Я хотел позвонить вам, чтобы поздравить с наградой, но... Замолчите, Андрюшик. Я стара, слаба и дьявольски умна. Так что перестаньте врать. Я и так уж принуждена выслушивать всякие идиотские комплименты от разного рода козлов, которые с превеликим удовольствием перегрызли бы мне горло лет сорок назад. Да и сейчас еще. Все думают, как бы избавиться от этой полоумной старухи. Вы первый, Андрюшик. Ну, бросьте, бросьте. Арятна Филипповна, я, например, горжусь знакомством с вами. Вы же у нас... Наша гордость, наше национальное достояние. Академик, доктор наук, лауреат, а еще к тому же теперь и орденоносец. Теперь куда? Помирать? Да подождите еще, умирать. Ну, подожду. Нам ведь еще нужно сделать ремонт. Кстати, вот у меня журналы тут. Лестницы и камины. Вы читаете такие, Андрюшик? Нет. А тут написано, что если внутреннюю поверхность камина выложить огнеупорным стеклянным кирпичом, будет очень стильно. А вот давайте мы немедленно выложим что-нибудь огнеупорным стеклянным кирпичом. Ну, хорошо, хорошо. Я... я подумаю об этом. Ничего вы не станете думать. Реально, Филиппов. Но вы должны уважать мои седины. Обещайте, что если я захочу унитаз в форме лилии, вы согласитесь. А если он будет оскорблять ваши эстетические чувства, а вы его загородите ширмочкой. Хорошо, Ариадна Филипповна, но с одним условием. Мне надо от вас кое-что узнать. Наконец-то. Я уж гадал, сколько мне еще лицедействовать, пока вы расколетесь. Неужели вы решили, я поверю, что причиной визита такого первоклассного архитектора стала забота о скромном ремонте какой-то полоумной старухи? Виноват. Прощены. Итак. Помогите мне восстановить детали моего лечения. Я помню далеко не все. Ну, это не удивительно. Была тяжелейшая депрессия, пришлось использовать гипноз. Каким-то травмирующим воспоминаниям удалось поменять отношения, ну, а какие-то просто блокировать. А вы не помните, как я описывал момент, когда я нашел жену? Живу давно. Память стала подводить. Но ведь сеансы записывались, да? Их мог кто-то увидеть? Да, боже упаси, не души. Это же врачебная тайна. Да и нет их уже давно. То есть как? В клинике был пожар. Весь архив практически полностью сгорел. А вам это к чему, Андрюшек? Я смотрю, Света не зря беспокоится. Моя мама беспокоилась обо мне? Да. Ее волнуют, что вы стали слишком тревожны. Зачем снова лезть в прошлое, Андрюшек? А вас опять мучают навязчивые кошмары? Идите в прошлое, Андрюшек? Да, да, да. КОНЕЦ ЕТО СВИЧЕЛА СВИЧЕСКАЯ 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Данилов, Тарасов и Лида Лидия, а Лидия тебе ничего такого не сказала? Мам, вот чего такого мне интересно? Ух ты! Такого это чего? Картошечка! Сальцо! Прям по-царски балует у нас, Надежда Степановна! Заслужил. Ешь давай Марта Спасибо Слушай Завтра в ДК этот мюзикл дают «Ждите неожиданного» называется Говорят, очень классный Может сходим? Сходите, сходите, пусть развеется Молодец, Петя Ждите неожиданного? Да Петь, спасибо, но завтра просто у меня другие планы были Я собиралась на участке работать, там сажать, копать Ты билет ведь еще не взял? Нет Здравствуйте Данилов, что ли? Здравствуйте, Надежда Степановна Здравствуй Андрей Рад наконец познакомиться Петя Взаимно Пообедаешь? Садись Нет, спасибо, я в городе перекусил Вот заехал ненадолго с Мартой поговорить Да, мам, продолжайте Пойдем Давай, 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 налегай Ну что такое? Говори, опять ночной звонок? Нет Съездил с утра к Знаменске Ну? Хотел у нее хоть что-то узнать И что? Ничего Угу Странная какая-то дружба Ночевки эти вечные Угу Марта утверждает, что у них с Андреем высокие отношения А вы это одобряете? А что я? Я не имею на нее никакого влияния Ей никто не указ Март, ну я, честно говоря, по другому поводу приехал Господи, по какому говори? Мы с тобой сто лет дружим А-а-а, это да Я уверен, ты нормально к этому отнесешься Марта, ты не могла бы забрать свои вещи? Ну да, ну конечно Слушай, Данилов, а как выживать замок для Купцова? Почему вообще я до сих пор его не видела? Петь, ну ты и в школе тюфиком был Но если бы ты был немножко понастойчивее, может быть бы все иначе сложилось? Камин отлично сложен, это твой Петя? Угу Может мне его в Знаменске подкинуть? Дорого берет? Не знаю, сам у него спроси, пойдем спросишь Март, подожди А поехали прямо завтра и покажу замок Я ничего подобного за последнее время не делал Ну что, Мартышка, поедем? Поедем Так, все, пойду чайник поставлю Да, Петь, спасибо Угу Я тогда завтра около десяти за тобой заеду Хорошо, бутерброды и кофе брать? Конечно бери, ты же через полтора часа оголодаешь Можно подумать, ты через полтора часа не оголодаешь Я нет Интересно, а куда это вы собрались с бутербродами, когда обед на столе? Это мы не сегодня, это завтра, на великах Ага Ну тогда до завтра 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Данилов, ты куда, в отпуск поедешь? Не знаю еще. Лида хотела Юго-Восточную Азию. О! Ну, пока толком не решили. А вы с Петей? А при чем тут Петя? Ну, как ты сказала, школьная любовь там, все дела. А. А что, хочешь с ней поехать? А? Ужас какой. Что? Март, с тобой сегодня просто невозможно разговаривать. Ты чего? Странно, не пойму, кто это. Сегодня в замке никого не должно было быть. Может, просто заблудились? Ну, может. Вот. Смотри, ворота открыты. Ну, просто, может, ты предупреждал охранника? Вот она оставила открытым. А, так. А уже можно восхищаться? Можно. Да нет, это просто невероятно! Это такая красота! Ты гений! Ты понимаешь, что ты гений? Арина сказала, главное, чтоб детям понравилось. Как ты думаешь, понравится? Ой, им очень понравится. Смотри, вот там, вот там будет теннисный корт. Да. Рядом бассейн. Ага. Вон там детская площадка. А вот главный ход. Вообще, Брос! Ты такой крутой! Класс! Ты еще не видела интерьерные перегородки? Стекло для них я заказал в Гучхрустальном. Странно, а? Что? Дверь открыта. Мартышка, подожди-ка меня здесь. Что за черт? Что это? О, Боже! Что здесь случилось? Что это, кровь? Похоже. Данилов, смотри. Андрей! Что? Кто это? Это охранник. О, Боже! Он жив? Я не знаю, Марта. Надо скорую вызывать. Да. Скорую. Ой, сейчас телефон. Телефон где у меня лежит? В каком кармане телефон? Март. Да? Посмотри. Не двигаться! Руки подняли, быстро. Подняла. Андрей, подними руки. Что там с охранником? Пока жив. Увезли в клинику к Долговому. Он обещал молчать. Добро. Сами разберемся. Ага. А почему охранник был один? Где напарник? Что это вообще за лох такой, которому можно просто по башке дать? Так, охранник придет в себя допросить. Угу. Какой кошмар. Наверху тоже со мной. Костя, здорова. Да нет, Аришенька. Туда не добрались. Только лестницу попортили. Номер сейчас вырисли в сообщении. Так, а вы ничего не видели? Нет, но почему-то ворота были открыты. А, Арише, вы отсюда звонили? Я не звонил. Ну, как не звонили? Вы же сказали, что надо срочно поговорить по поводу отделки. Так, подождите, но это же ваш номер. Вы звонили, как только мы выехали. Нет, это не мой номер. Но вы уверяли, что он корпоративный. Послушайте, я не звонил. Мне незачем было. Да, ясно. Андрей Михайлович, это был ваш голос. Звонили через интернет. Номер виртуальный. Я сейчас правильно понимаю, что моя служба безопасности не может вычислить говнюка, который устроил мне весь этот сюрприз? Слушай, дорогой, а этот сюрприз не для тебя. Пойдем. Гляди. Простите, конечно, но это все было проделано для того, чтобы вы приехали и застали Андрея в разгромленном доме над трупом охранника. Я так думаю, вам поэтому звонили. Зачем? Я не знаю. Значит, вы впутали меня в свои проблемы, правильно? Боюсь, что это так. И часто они у вас случаются? До этого в мои дома никто не громил. Ну, мои тоже. Поэтому я даю вам 10 дней, чтобы навести здесь порядок, закончить дом и найти виновного. Иначе жилой комплекс достанется вашим конкурентам. И никакая протекция моей жены вам уже не поможет. И со следующими заказами, поверьте моему слову, будет вам очень проблематично. Вам это понятно? Понятно. Леша, иди сюда. Значит так, тут все осмотреть, отпечатки, следы. Ну, не мне тебя учить. Ему не мешать. Пойдем. Здесь дышать невозможно, краска кругом. Ну, да. Иди на улицу проветрись, а то зеленое все. Не, я боюсь. Боишься? Да. А под пулей лезть не боялась? А ты фильмы в детстве смотрел? Про пионеров? Где сам погибай, товарищ выручай. Угу. Ну, или про полицию на ходу конец. Про полицию? Да. Там все врут. А налетчик-то наш, совсем не дурак. Так что, кино не будет. Что такое, все стер? Хуже. Записи восстановить можно. А этот выдрал жесткий диск с мясом. Вот собака. Надо же. Марта. Марта. А это что такое? Мартышка? Да. Ты как? Ну, может воды принесут? Нет, все хорошо. Я кофе. Это что у тебя? Янтарь? Откуда? Вот и мне любопытно. Откуда? Ни в отделке, ни в декоре мы его не использовали. Как он оказался на полу? Подойдите на минутку. Что случилось? Что это? Посмотрите. Краска свежая. Значит, их оставил наш погромщик. Только трасса не близко. Как-то он ведь сюда добрался. И вряд ли пешком. А ты помнишь машину, которая отъезжала от замка? Что за машина? Просто черная машина. Ясно. Да, Олег. Здорово. Марта с тобой? Да, рядом. Я так и думал. У меня репетиция закончилась. Можем прогуляться. Да не до прогулок сейчас. Да? А что случилось? Кому же ты насолил, Данилов? Ведь этот ваш призрак совсем не шутит. И похоже, он не успокоится, пока не превратит твою жизнь в ад. Спасибо. Но пока ясно одно. Это не веник. Почему? Свои деньги он уже получил. Зачем ему снова тебя стращать? А вот кому было выгодно выставить тебя лузером перед купцом, так это Грозовскому. Ведь на кону жирный куст жилой комплекс. Ну, тогда Грозовский должен быть в курсе о замке и о сговоре Данилова с Ариной. Ну, и о рабочем графике. Ну, откуда? Шпион. Точнее, шпионка. Ведь твоего дизайнера, Таню, он же обаял. А может, еще кого в твоем офисе? Да, ну, шпиономания какая-то. К тому же, никто из офисных не мог рассказать Грозовскому о Лилии. Резонно. Слушай, а что говорит Знаменская по поводу записей твоих с ней сеансов? Ну, о том, что кроме нее ими никто насладиться не мог и что они сгорели при пожаре. Странная история. Погодите. Но ведь есть же еще Светлана Сергеевна. Да ну, она тут при чем? Она дружна со Знаменской. Она была инициатором лечения и, не исключено, присутствовала на сеансах. И может знать о том, кто еще там был или имел доступ к записям. Андрей, ты должен поговорить с мамой. Согласен. И очень неплохой для этого повод – съемка фильма. Ты ведь сегодня снимаешься у Лиды? Может, все-таки отвезти тебя домой? Да нет. Ну, правда, я сама доберусь. Давай. Ну, как скажешь. Давай. Давай. Уважаемые засажены, убедительно просим вас наблюдать правила безопасности. Как заканчивайте. Соседайте вас. Присоедините за дороги. Держите за руку. Расскажите детям о правилах. Присоединяйте. Будьте внимательны. Ходите на них. Берегите своих жителей. Добрый день. Это бюро Грозовского, да? А могу слышать его? С утра не было. А когда будет? После обеда. Хорошо. Я в таком случае могу записаться к нему на консультацию? Какое-то важное мероприятие? А, да-да. Можно и так сказать. Нужно помочь другу, знаешь, в одном запутанном деле. Это Данилову, что ли? Угу. Со школы за ним бегаешь. Все не поймешь никак. Ты для него вечно пристежная, так? На великах погоняй, чтоб не одному. Знаешь что, Петрисик? Если мы с тобой сидели за одной партой, это не дает тебе права лезть в мою взрослую жизнь. Нормально? Мы с Мишей мечтали, что Андрей будет вторым Рахманиновым. Угу. Михаил Петрович приглашал самых лучших педагогов для Андрея. А вот этот вот старинный рояль он привез прямо из Италии. Андрюш, подвинься чуть-чуть. Подвинься, подвинься. Так. Так, ага. Слушай, может, сыграешь что-нибудь? Давай-давай, сыграй. Ну, сыграй. Мам, сыграй. Возьми крупнее. Фондю любит их. Мам, сыграй. Ты чего застал? Играешь. Андрюш? Лида, мы можем сделать перерыв? Да, конечно, конечно. Все, не снимай. Нет, спасибо. Чего? Ты прости меня, что так вышло. Ничего страшного, бывает. Ты соберись, пожалуйста. Мы пока пойдем в квартиру поснимаем, а в кабинет Михаила Петровича попозже придем. Угу. Да, прошу вас. Извините. Осторожно. Да, хорошо. У одного очень серьезного человека. Да вы что? Угу. Да. Угу. Угу. Единственного, которое так и не состоялось. В результате чего на карьере пианиста пришлось поставить крест. Ну, ты же знаешь, почему? Ты же знаешь, что при виде зала у меня возникала паника. Ну, какая тут карьера? Да, профессора мне рассказывали, что это нервы, поэтому ты не станешь музыкантом. Но я-то уверена, что это протест. Ты все делал наперекор нам. Саботировал свой первый концерт. Стал архитектором вместо пианиста. Да. И еще женился на этой вульгарной артистке. Ну, и что в результате? Ты попал в клинику? Потому что стал архитектором? Нет. Потому что к панике перед залом у тебя еще добавилось чувство вины за гибель жены. Хотя совершенно напрасно. Я всегда считала, что эта но на тебе не пара. Ведь она тебя изменяла. Ну, перестань. Ты наверняка догадывался. Возможно, какой-нибудь из ухажеров ее и убил. Какой ухажер, мам? Ты что-то знаешь? Что желает королева? Королева? Ой, спасибо. Кофе. Королева желает, да вы знаете, просто какой-то няшный домик. Няшный? Да, няшный. Вот с этого момента поподробнее. В какой степени няшный? Честно говоря, вообще в этом не разбираюсь, поэтому к вам и обратилась, потому что сама не знаю, чего хочу. Ну что, вернемся к нашим делам? Марк, скажите, а Геркулес, Персей, это имена героев древних мифов? Это задумка заказчика? Нет, что вы. Это моя идея. Это даже моя гордость, можно сказать. Лет пять назад был очень крупный заказ, только это не греческие герои. Не греческие, а вот Геркулес. Как-то во время очередного скандала эта особа имела наглость заявить мне, что я взрастила в тебе жуткие комплексы. И что из-за твоего нерешительного характера у тебя никогда не будет того созвездия, как у ее какого-то поклонника. Созвездия? Я так и не поняла, что она имела в виду. Это созвездия, вот видите, сам проект так и назывался, созвездия. Вы что, не слышали? Нет. Очень жаль. А что касается вашего заказа, думаю, нам нужно узнать друг друга поближе. Скажите, вы когда-нибудь пробовали малиновую икру с клубничной пенкой и карамель? Вот, карамель пробовала, а малиновую икру не пробовала. Правда? Ну, в таком случае ресторан молекулярной кухни вас очень удивит. Это вам. Как интересно. Именно здесь, в этой квартире, Михаил Данилов прожил большую часть своей жизни. Стоп! Чего так? Гоша, давай еще раз, и не снимай общим, просила ведь. Да почему? Красиво же, атмосферно. Ну, потому что так ноги видно, а эти лоферы совсем не подходят к юбке. О, а когда ты успела переобуться? С утра вроде кроссовка была. Была, но умудрилась где-то в краску вляпаться, и в итоге пришлось в машине быстро переобуваться. Понятно. Да. Алло, Данилов, привет. Слушай, нужно срочно встретиться. У меня есть новости. Ну все, он на крючке. Неудивительно. Марта, зачем ты это делаешь? Ты не понимаешь, что это может быть опасно? Данилов, а как бы ты узнал, что Грозовский в курсе нападения на замок, хотя никто об этом не знает. И что он знаком со Знаменской, а значит мог видеть записи с сеансов. Черт. Только не говори, что завидуешь. Это же вам пука. Да нет, не в этом дело. Мама говорила, что он и был любовник. Он был связан с каким-то созвездием. Посмотри сюда. Да ладно. Неужели Грозовский? Нужно узнать, что он делал утром в тот день. Ну это я беру на себя. Меня Грозовский завтра позвал в ресторан. Нет, ты не пойдешь. Почему, Данилов? Потому что я не пущу тебя туда одну. Да ладно, Данилов, сиди ты рядом, карауль. Нет, не могу. Я обещал Лидии приехать на съемку. Ну давайте я подстрахую. Буду где-то поблизости, понаблюдаю. Давай, у нас нет другого выхода. Друзья, извините, мне надо идти. Давай. Сообщите, что решили. Я хотела поговорить с тобой. Я тоже, кстати. Ты тоже? С тобой. Так ты… Давай ты, говори. Давай ты, говори уже. Господи. Я вещи твои собрал. Я не знаю, как лучше поступить. Ты сама их заберешь или я завезу тебе? Можешь завести, могу забрать. Хорошо, договорились. А ты о чем сказать-то хотела? Об этом. Об этом. Об этом. Добро пожаловать домой. Ты знаешь, мне кажется, Светлана Сергеевна счастлива. Долго благодарила меня за возможность поговорить с сыном. Тебе удалось добиться внимания королевой матери. Это дорогого стоит. Да, теперь-то я уж понимаю, каково тебе пришлось. Ну ничего, вместе справимся как-нибудь. Это иллюзия. Просто сейчас она захотела быть к тебе благосклонной. Как надолго, увидим. Вот напрасно ты меня недооцениваешь. Она, между прочим, уже начала делиться со мной всякими семейными тайнами. Да? Какими? Ну, например, рассказала про старинную шкатулку, которую тебе сто лет назад подарила бабушка. Вы в детстве с Тарасовым ныкали от Светланы Сергеевны там ноты хулиганских песенок. Я догадывался, что она знает. Ну, раз уж тайна раскрыта, может, расскажешь об этом фильме? Хорошо. Но только ради тебя. А шкатулку покажешь? Во сколько назначили съемку? А монтажку во сколько дают? Да. Да. А завтра что? Поняла. Донюс, ты что-то потерял? Ага. Да нет, просто показалось, что испачкалась. Ничего страшного, уже отмылись. Угу. Дай мне ее скорей. Держи-ка. А ты не откроешь ее. Почему? Она — секрет. Ну, я попробую. Там на кухне, под окном, надо плитку заменить, там скол. Сделаем. Обязательно. Да, Саш. Ну, скажи мне, уже можно вешать твое фото на стенд лучше сотрудник месяца? Не совсем, Андрей Михайлович. Ну, почему-то я так и предполагал. А на столе в кабинете? На столе ничего нет. А посмотри в столе. Увидел? А, увидел. Значит так, выезжай сейчас в бюро, приедет клиент, дашь ему договор. Справишься? Справлюсь. Ну, спасибо тебе. Пожалуйста. Господин Данилов, ну что, вижу, реставрация близка к завершению. А что у нас там с поиском виновного? Продвигаются. Ну-ну. Хочу напомнить, у вас осталось девять дней. Здесь нам с Олегом по четырнадцать лет. Вот. Вот в этой вот шкатулке мы прятали, значит, ноты вот этой вот фривольной песни. Вот. Прятали от мамы, от мамы. Мы с Олегом написали ноты, музыку. Папа написал стихи. Она очень нравилась папе. Очень ему нравилась. Стоп. Ты чего? Прости, чего-то не могу сейчас. Дорогая, ты в своем уме? Ты зачем Андрюшека сюда притащила? Но он сам предложил. И потом я наконец рада, что он понимает, как важно хранить память о своем отце. А рецидиву тоже обрадуешься? Боже мой, а да о чем ты? Света, как бы ты ни отпрыкинулась, но детство Андрея это такая же травма, как тот кошмар с Нонной. И чем больше он будет копаться в прошлом, тем хуже. Он и так уж у меня спрашивал о записях наших сеансов. Зачем ему это надо? Хочешь вспомнить, как нашел Нонну. Может все не так было, как ему рассказывали. Пришлось соврать, что записи уничтожены. Госпожа Знаменская, можно проходить на площадку? Иду, иду. Донюсь, Донюся, иди сюда. Так, Светлана Сергеевна, у меня возникла потрясающая идея. А что, если эту шуточную песню, о которой мы сейчас говорили, Андрей и Олег исполнят на вечере памяти Михаила Петровича? Вообразите эффект, через столько-то лет. Послушайте, это чудесная идея. Детство и сцена. Ну, просто джекпот. Свет, я тебя предупредила. А да не нагнетай. Ну, смотри. Донюсь, ну ты же сыграешь. Андрей, мне кажется, что ты должен согласиться в память об отце. Да, конечно. Спасибо, Андрюша. Ой, с Олегом я договорюсь, я не думаю, что он будет против. Чудесно. Угу. Ой, Марк, ну вы даёте. Ну, вот так. Прям вот так. Привет. Давайте к делу. Сидят, хохочут. Откуда я знаю над чем. Данилов, не переживай, всё под контролем. Ммм, даже не знаю. Ну, наверное, этот. В смысле, вау, срочно хочу такой же или неплохо, но можно и лучше. Марк, от вас не скрыться. Скорее, последнее. Будем продолжать искать. До победного. Вы знаете, я вот сейчас вспомнила, я смотрела сайт Данилова, и мне приглянулся один дом. Как же его название сейчас вспомню? Вроде бы чайка. Можете не утруждаться, Марк, а всё, что вы там видели, украдено. Да вы что, у вас? Ммм, ничего себе. А что там за история с женой Данилова? Какая-то трагедия, вроде бы она погибла. Да, я думаю, что он сам её прихлопнул. Ах! Да вы что? Какой ужас. А это вы откуда знаете? Это вам у его психиатра сказала, да? Вы говорили, что знакома. К сожалению, пикантных врачебных тайн она мне выдать не успела. Наше общение было недолгим. Марта, могу я обнадлеть? Даже не знаю. Попробуйте. Давайте перейдём на «ты». Сфоткаешь меня. С удовольствием. Да? Ой, у меня телефон разбился вчера. Я уронила, и у меня прям экран, и где камера? Без проблем. О! Ага. По-моему, очаровательно. Ой, спасибо. Да-да. Девушка, а что у вас по десертам? Могу предложить вам сорбет. Я знаю, что у вас есть сливочная с фруктовой икрой на молекулярной основе. Прекрасный выбор. Ничего себе! Выглядит как ангелок. Не скажешь, что шпионка. Тебе что, плохо? Молекулярная кухня боком вышла? Давай-ка в поликлинику с тобой, а? Поедем. Да подожди ты, какая поликлиника? Тебе же плохо. С этим нельзя шутить. Может, отравилась или аллергия какая-нибудь. Поехали, поехали. Да никуда я не поеду, я просто беременна. Что? Ну, я тебя поздравляю. Спасибо. Это же хорошо, да? Вообще, да. Вроде как, наверное, да. Да. Может, тебе нужна помощь там? Деньги или врачи? Олег, я ж не тяжелобольная. Ну, смотри. Просто на всякий случай знай, что я всегда готов тебе помочь. Чем угодно. Дай ему тебя сидеть с ребенком. Дорого тебе обойдусь. А отец ребенка знает? . А отец ребенка знает. Брошусь. А отец ребенка знает? Брошусь. А отец ребенка знает. О, он. Петя, нет, не знает. И я не уверена, что он должен знать. Данилов. Да, Андрей. С ней все в порядке, не волнуйся. Новости у нас фееричные. Советую тебе сегодня поговорить со своей секретаршей Ириной. Подробности тебе Марта расскажет. Мне надо ехать, через полчаса репетиция, потом еще на съемку гляди. Послушай, обещай мне, что ты сама не сядешь за руль. Данилов скоро приедет, тебя отвезет. Обещаешь? Мартышка. Вот это да. Значит, Знаменская соврала. Зачем ей это надо? Пока не знаю. Спасибо тебе еще раз. Два часа кокетничать с этим мерзким типом, развести его на откровенность, при этом не оставив никаких шансов, да ты талантище. Не мудрено, что тебе стало плохо. Ты как? Да ничего, со мной все в порядке. А ты зайдешь? Не могу, не могу, Март. Надо ехать на допрос к секретарше. А, удачи. Марта! А вот и Петя. Следит за тобой. Замуж еще не звал? А что, позовет? Пойду. Ну да. Почему нет? Марта, у нас там пирог с капустой. Слушай, я не знаю, что у вас там случилось, но если ты ее обидел, тебе конец. Понял? Ира, я повторяю, отпираться бессмысленно. Но если вы сознаетесь, я обещаю, что я вас не уволю. Итак, я повторяю вопрос. Что вас связывает с Марком Грозовским? У нас, у нас роман. Что? У нас роман. О замке Купцова он узнал от вас? А вы знаете, где Грозовский был в субботу утром? Он был со мной. Так. Откуда же он узнал о разгроме в замке? Андрей Михайлович, я знаю, я поступила чудовищно. Ира, 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 спокойно, спокойно. Я вам обещал, что я вас не уволю, хотя следовало бы. Говорите. У вас блокнот на столе лежит. Так. А вы сами ушли. И я с Марком по телефону говорила, он на ужин звал. А я сказала ему, что вы какой-то мрачный, рассеянный. Вот блокнот открытый, хотя вы с ним не расстаетесь. И он уговорил меня подсмотреть. А там как раз про замок, что сколько пострадало. Ну, тише, тише, тише. Водички возьмите. А потом… А что, потом, Ира? А потом мы поссорились. И теперь он не отвечает на звонки. Бросил меня, наверное. Ну… Так что, выходит, Грозовский отпадает? Получается так. Жаль, у него железный мотив и был знаком со Знаменской, а значит, мог иметь доступ к записям сеансов. Кстати, у тебя есть догадки, зачем она обманывала? Не знаю. Так что, тупик? Кроме охранника, который в бреду назвал твою фамилию, зацепок нет? Думаю, есть. Смотри. Что это? Янтарь. Только вот никакого янтаря там быть не могло. Если отложить версию, что это охранник что-то уронил и раздавил, получается, что вот это оставил преступным. Ну и кого мы теперь ищем? Не знаю. Надо думать, Олег. Думай, Андрей, думай. Я тоже по кумеку. Только, пожалуйста, не забудь про репетицию. Светлана Сергеевна на тебя рассчитывает. Кстати, чуть не забыл. Лида просила тебе передать, вроде как, семейное реликвие. Все на месте? Угу. Ну все, пока. Марти, привет. Кстати, Олег, а что у вас такое случилось? Почему она была так расстроена? Видимо, от этой молекулярной кухни стало нехорошо. Но с барышнями в положении такое бывает. С кем? С барышнями в положении. Марта же ждет ребенка. Она что тебе? Ну, раз она тебе ничего не сказала, то чуре тоже не говорил. Подожди, подожди, Олег. От кого ждет? Ну ты же рассказывал. Друг детства, школьная любовь. Так что теперь у вас с Лидой будет намного меньше поводов для ссор. Ты же этого хотел? Ну давай. Давай, давай поклянемся забыть об этом. И никогда не вспоминать. Просто ошибка. У тебя Лида. А я тоже не свободна. Субтитры создавал DimaTorzok Мне монтажку на ночь выдали, поэтому у меня всего час, и я решила провести его с тобой. Я так соскучилась. Ну что происходит? Даже как-то обидно. Лид. Лид. Прости. Просто вымотался сегодня и... Ладно. Займешься тогда поиском. Ты что-то потеряла? Да, ключи от студийного кабинета найти не могу. Может, обронила где-то? Ну кого еще несет? Здорово, Данила Фу... Веник. Веник? Пожрать есть что? В холодильнике. Ты за этим пришел? Деньги мне нужны. Опять? Опять. В этот раз тряза больше. Все. Рад был повидаться. Вопрос жизни и смерти, Данилов. Я прогорел на ставках. Занял у серьезных людей и прогорел. Про ставки верю, а в бандитские сказки нет. Да это не сказки, Данилов. Мне угрожают. Я даже дома не ночевал. Думал, найдут, пристрелят. Ты мне дашь денег или будешь жилы тянуть. Ну, значит, в полицию обратись. У меня много работы, веник. А по-моему, твоя работа чисто плють их хренов. Искуплять вину за смерть сестры. Понял? Данюся, у вас там все в порядке? Да, Лид. Да, все хорошо. Вот, пришел родственник. Здрасте. Скоро уходит. Ты ключи нашла? Нет, как сквозь землю провалились. Так, может, в чемодане? Ты там посмотри, может. Точно, я там не смотрела еще. Так, веник, это была твоя ошибка. Никаких денег ты не получишь. Так что убирайся. Да? А по-моему, ошибкой было снять с тебя обвинение в убийстве сестры. Не забывай родственничек. Убийца еще не найден. А я могу подсказать журналюгам, где его искать. Или вон, хоть Лидка твоя. Пусть знает, с кем спит. Лида! Ты замолчи. Что ты несешь? Ничего у тебя на меня нет. Хочешь проверить? А потом не пожалеешь, Данилов? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ни хрена не вижу. Данилов, дай очки. У тебя же тот же плюс. Так, опять. А где ты был в субботу? Где ты был в субботу утром, Веник? Да не помню я. Спал, наверное. А твое какое дело? Ты что думаешь, ты меня в рабство этими деньгами взял? Выкуси, Данилов. Это ты мне, Вениамину Ковалеву, должен. Всю свою поганую жизнь. Потому что ты трус и тряпка. Черт. Ну что, так и не нашла ключи? Нет, только от твоей квартиры. Я вчера утром где-то брелок посеяла. Теперь у меня все по отдельности. Вот, от моей квартиры есть, от твоей есть. Студийный куда-то запропастился. Данилович, подари мне брелок, а? Ну давай. Какой у тебя был? Ну в смысле, ты же меня сам привез из Риги. Такая рыбка из янтаря. Подожди, так. Так, так может, ты оставила ключи там, где была в субботу утром? Где ты была, Лида? Так, подожди секундочку. Это что, допрос? Лида, мы договорились с тобой. Никаких тайны, никакого вранья. Ты помнишь об этом? Я помню прекрасно. Я только не понимаю, почему тебе так важно знать, где я была именно в субботу утром. Черт. Прости. Просто нервы не к черту. В субботу утром кто-то разгромил замок, который я делал для Купцова. Охранник тяжело ранен. Там на полу я нашел янтарные осколки. Может, преступник принес туда янтарик, как-то раздавил в суете, я не знаю. То есть, я теперь подозреваемая? Нет, нет, Лида, нет. Просто, может быть, этот твой брелок, он как-то попал туда. Класс. Сначала ты скрываешь от меня этот кошмар, а теперь я еще и на карандаше. А ты мне когда собирался сказать? Или на что бы этот уговор только в одностороннем порядке работает? Я так поняла? Лида, Лида, подожди, Лида, подожди, Лида, Лида! Привет. Все получилось, лучше не придумаешь. Ключи забрала. Не переживай, все в порядке. Комар нос не подточит. Я же у тебя молодец. Вред какой-то. Паранойя. Ну, был у нее янтарный брелок. Ну, и что? Ничего это не значит, ничего. Ничего не значит. Да, привет, Марта. Привет, Данилов, не отвлекает тебя? Нет, не отвлекаешь. Слушай, а ты можешь где-нибудь поискать? Вообще, куда ты все мои вещи заныкал, а? Я не могу найти у себя, мне нужна папка с документами. Да, сейчас посмотрю. Ага, спасибо. Повещи. Вешу, вешу. Нет, нет, нет! Андрей, что случилось? Андрей, 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 возьми трубку. Алло, Андрей, что случилось? Что случилось? Ты так кричал? Ты с ума сошла? Ночь умчать из области в твоем положении. Ага, ясно. Тарасов сдал, потом обсудим, что происходит. Эту рубашку и постер я сейчас обнаружил в кладовке. Вот такой же, вот такой же висел в гостиной. Пять лет назад, когда я нашел здесь Нону. Ну, а вот эта, вот эта, моя концертная рубашка. Она в шкафу была, я и забыл о ней совсем. Марта, я когда ее увидел, мне как будто кулаком железным под дых. Мне показалось, что это блузка Нонны. И сразу все поплыло перед глазами. Сразу паника, потеря контроля. Мне показалось, что я спятил. Я не помню половины, я половины не помню, Марта. Как тогда в юности, на выступлении. Мне казалось, что я спятил с 14 лет. Я боюсь играть, я боюсь вступать. Я когда сажусь играть, мне кажется, что клап, он упадет и отрежет мне пальцы. Я всегда боялся, что это состояние, оно может, может вернуться. И получается тогда, что, что я, получается, я мог убить Нонну. Убить и забыть. Ну, Данилов, ну, пожалуйста, ну не сходи с ума. Этот урод, он же не просто эту рубашку тебе подкинул. Он специально откопал именно ту рубашку с того концерта. Ты понимаешь, зачем? Нет. Намекнуть тебе, что пять лет назад ты, как на том концерте, потерял над собой контроль, как сейчас, и убил жену. Ну, точнее, убедить тебя в этом. Чтоб ты сомневался в собственной адекватности и винил себя за преступление, которого не совершал. Потому что этот урод уверен, что ты слабый. А теперь скажи, кто у тебя здесь был последний? Значит так, была Лида, еще веник, а с утра был Саша Корчагин. Это кто? Практикант мой. А кто ушел последним? Лида. Нет, ну подожди, ну, это все нелепо как-то. Ей-то зачем? А вот веник, веник упорно скрывает, где он был в субботу утром. Что он тут делал? Спасался от кредиторов. Данилов, ты что дал ему денег? Зачем? Марта, ну, дал и дал. Зато мотива у него устраивать перформанса не было. Ну, деньги-то он получил. Ты куда, Марта? Смотри, я печатала этот плакат на рабочем принтере. Видишь брак? А теперь взгляни сюда. Получается, что? Как ты говоришь, твоего практиканта зовут? Андрей Михайлович, я прекрасно знаю, что пользоваться принтером в личных целях нельзя. Мартина Владимировна сказала, для вас сюрприз. Про нее мне известно. Кто еще? Саша Корчагин. Я как-то пришла на работу, он уже тут. То ли собирался печатать, то ли уже напечатал. Я не поняла. Увидел меня, сразу ушел. Он же отпросился у вас, помните? У него выступление у группы. Наверное, выключил телефон. Спасибо, Ира. А это что такое? А это вам подарок. От благодарного родственника. Так просили передать. От какого? Сейчас. Ковалев. Вениамин Ковалев. Санек! А что, тебе подгол не понравился, что ли? Я специально дорогой выбирал. Подумал, как нехорошо, мы вчера с тобой расстались. Ты что, даже не попробовал, что ли? Я с утра не пью, Веник. А я вот выпил на радостях. Вон, семья из отпуска вернулась. А главное, расплатился с кем надо. Теперь мне ничего не угрожает. Я тебя поздравляю. Ты мне лучше скажи, Вениамин, когда ты деньги мои вернешь? Данилов, ну ты же понимал, что быстрые деньги я тебе не смогу вернуть. Веник, давай так. Ты мне говоришь, где ты был в субботу утром, а я тебе прощаю долг. Веничка, мы обедать. Да-да, давай. Андрей Михайлович, может с нами? Нет, спасибо, я перекусил. Саша, пойдем. Ага, иду. Сань, пока. Что ты прицепился, Данилов? Дома я спал. Слушай, значит так, ты мне деньги вернешь через неделю, ты понял меня? У меня клиент есть один, Тимур Купцов, знаешь такого? Ага. Так вот, я очень дружен с его службой безопасности. Они окажут любую услугу, о какой я их попрошу. Веник, тебе ясно? Ну не могу я сказать, понимаешь? Ну не могу. Не могу, это ты такой честный, правильно. У людей разные бывают ситуации. Я не могу, иначе мне конец. Веник. Не могу. Веня. А у Андрея есть догадки, кто автор нового перфоманса с рубашкой? Нет, ну. Но. У тебя есть предположение? Лида. Ну что, Олег, вот скажи, я понимаю, они встречаются всего несколько месяцев. Но она же знает, что у него непростые отношения с матерью. А весь ее фильм основывается на его детских воспоминаниях. Она заставляет Данилова проживать это. Мартышка, ты просто ревнуешь. А я тебя не простила еще. За твой длинный язык. Да, я ждал твой упрек и подготовился. Вот, в качестве покаяния. Это тебе. А я уже ознакомился. Там много забавного. Например, чтобы ребенок не плакал, нужно носить его привязанным к себе и не спускать с рук. Интересно. Привязанным? Да. То есть, сначала ты девять месяцев носишь его в себе, а потом на себя. Или можешь поручить это мужу. Да. Кстати, вы с Петрысиком уже планировали свадьбу? Нет, мы с Петрысиком еще не планировали свадьбу. Мм. Ну, тогда, если ты вдруг передумаешь выходить за Петрысика, я готов предложить свою кандидатуру. Клятвенно обещаю носить ребенка на руках до тех пор, пока он сам не возмутится. Приехали. Знаете, Олег, я вынуждена отказаться от вашего предложения, потому что я не хочу терять такого хорошего друга, как ты. Зря ваша мама беспокоилась, Андрюшек. Ни черта вы не больны. Молодой мужик, какие нафиг болезни. Я вас обожаю, Ариадна Филипповна. Но рецепт-то вы не просто так пишете. Ну, мекстуры, это так, косметика. А панические атаки и бессонница – это проявление вегетсосудистой дистонии. А ее холерус спровоцировали переутомление и травмирующее прошлое. Прекращайте туда возвращаться, Андрюшек. Да в этом-то все и дело, Ариадна Филипповна. Знаете, я ведь теперь востребованный актер сериала про семейство Даниловых. Ой, мой мальчик, ваше участие в этом сериале я как раз и не одобряю. Детские воспоминания так и остались непроработанными. И они будут всегда источником депрессии. Ариадна Филипповна, вы не нашли карточку Федотова? Ну, как же, куда он от меня денется? У меня здесь все как в швейцарском банке. Андрюшек, рада была повидать. Взаимно. Спите больше, радуйтесь жизни. Спасибо, Ариадна Филипповна. А ну, что там? Спасибо, Ариадна Филипповна. Вот у меня из четвертой городской уже достали. Поверьте, перепроверьте, историю болезни. Я говорю, знаем мы этого, Федотова, как обновлено, не в первый раз встречаются. Не верят, говорят, ошибка в истории. Не проблема с этим Федотовым. Как и с ним справились у манины. Так. Спасибо, доктор. Ладно. Я говорю, что я скажу, чтобы сами у себя разбирались. У нас ошибки нет. Для человека, который столько лет без практики, вполне достойно, Данилов. Ну да, мне хотелось бы, конечно, опозориться на вечере памяти собственного отца. Кстати, о вечере. Лида за тебя очень переживает. Она тебе исповедуется, что ли? Да нет, просто звонила по съемкам и проговорилась о вашей ссоре. Ты что, правда ее в чем-то подозреваешь? Олег, я чувствую, что начинаю терять связь с реальностью. Лида не призналась мне дебала в субботу. Ее обувь в субботу была испачкана краской. И там, в замке Купцова, тоже все было испачкано краской. К тому же она потеряла янтарный брелок. Слушай, ну, она же не могла вырубить охранника и все там разгромить. Ну да, это вряд ли. Чтобы понять, кто этот гад, нужно понять мотив. Сейчас ставки уже очень высоки. Втянут сам Купцов, чуть не убили человека. Все это ради чего? Слушай, а может быть это жилой комплекс Купцова? Но ты же сам говорил, что у Грозовского алиби. Да. Слушай, а что с наследством? Кому принадлежат права на все романы Михаила Петровича? Завещание отец не оставил. По закону наследство принадлежит нам с матерью. Пополам. Ну да. Подожди, Олег. Говори, ты что-то знаешь? Чего не знаю я? За границей твои родители нередко приглашали меня в гости. Так вот, я часто был свидетелем их довольно серьезных ссор. Ну это не Мудренов, знаю характер моей мамы. Дело в контрактах. Светлана Сергеевна, как агента у его отца, заключала кабальные контракты со всеми подряд. Михаил Петрович едва справлялся с объемом работы, сильно пил. По сути, они были на грани разрыва. Ты сейчас что мне хочешь сказать? Что это моя мама довела отца до сердечного приступа? И хотела меня свести с ума, чтобы забрать у меня права на отчисления? Это мама мне рубашки подбрасывает, постеры расклеивает, голосом Ноны говорит. Ну бред какой-то, понимаешь? Да я не спорю, но зачем тогда ее лучшая подруга Знаменская скрывает от тебя записи сеансов? Не для того ли, чтобы ты считал себя виновным в смерти Ноны? А вот это, вот это, я сегодня узнаю. Марта, ничего себе, ты куда такая красивая? Светский раут Петрисик. Ух ты, вручение кинопремий? Красная ковровая дорожка, фотографии для глянцевых журналов. Вечер памяти Михаила Данилова. Опять Данилов. Петь, ну ты пойми. Знаешь, как Андреевич с ней просто? На него столько всего навалилось. Я не могу его оставить одного, понимаешь? Я понимаю, что он взрослый мужик и обойдется без няньки. Да и вообще, ты для него никто. А ты кто? Вот ты кто, Петь? Ты муж мне, родственник, чтобы давать наставление? Кто ты? Ты знаешь, а я вот как раз хотел поговорить с тобой об этом. О чем? Петь, ты что, ты что, Петь, предложение, что ли, не собираешься делать? А если так? Мне надо ехать, после обсудим. Калитку чини. Гороскоп у нас эксклюзивный. Вот уже много лет его составляет астролог Камиль Флюрович Абдуль. Давайте же узнаем, какие сюрпризы приготовили нам звезды сегодня. Обна. Мартышка, диск «Знаменская» у меня. Ближе к ночи позванию. У меня же сегодня вечер памяти отца. Целую. Увидимся раньше. Ближе, прибыль. Абдуль. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Тю-ю-ю-ю! Марта, ты чего здесь делаешь? Куда Петрысик-то твой смотрит, отпускает тебя гулять по ночам? Петрысик никуда не смотрит. Ты очень красивый, Андрей. Спасибо. Я после твоего сообщения про диск Знаменской его не дотерпела до конца вечера. Что там на диске? Сеанс гипноза. Ты там говорил про то, как нашел Нону? Может, и говорил. Только запись монтирована. Вырезана целая минута. Я это увидел по тайм-коду. Это, получается, Знаменская сама ее вырезала? Зачем? Андрей, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Алла Михайловна. Леопольд Игнатьевич, здравствуйте. Смотри. Надо же, как интересно. Мой практикант, а что он тут делает? Это же те же полосы. Значит, в офисе он клепал афиши. А пустер Нон и тогда кто? Этот кто-то явно из ближнего круга. И тот, кто будет сегодня на вечере. И кто знает, какой сюрприз тебе приготовят. Нет, Данилов. Я теперь одного тебя просто не оставлю теперь. Вечер памяти Михаила Данилова собрал всех звезд. Сейчас на сцене близкий друг семьи Даниловых Олег Тарасов. Сними пока общий план зала. Извини, я сейчас. Лида, можно с тобой поговорить? Ужас. Прости, Андрей. Мне работать надо. Пойдем, гостей поснимаем. Я сейчас с ним поговорю. Не сомневаюсь. Ну, хватит. Ну, как идет наблюдение? Ну, пока никого подозрительного. Ты как себя чувствуешь? Чего? Ничего. Подождите. Подожди-ка. Тебе нельзя. Почему? Ты что, решила, что я тебя повезу домой на машине? Нет? Какой ты зануда. Давай камень, ножницы, бумага. Давай. Вперед. Давай, давай. И камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Пожалуйста. Давай бокальчик. Молодой человек. Ну, что с ними Рандиусом? Света, успокойся. Надеюсь, он ничего не выкинет на сцене? Андрей! Олег, привет. Это я, бабья Ган. Я уходу у вас кавалера, милая. Конечно. Андрюшек, несмотря на то, что я подруга вашей мамы, я как бывший ваш врач рекомендую вам оставить затею музицировать на сцене. Это может повлиять крайне негативно на вас. Ой, черт. Только Свете меня не вдавать. Меня здесь не было. Договорились. Андрей! Можно тебе на секундочку? Что случилось, мама? Все в порядке? У меня, да. У тебя вот нет. В каком смысле? Что за дикость? Почему ты так бестактно поступаешь с Лидой? Зачем ты пришел на вечер с другой девушкой? Ну, и в чем же бестактность? Лида, я хотел бы быть рядом с ней, но она занята, у нее работа. А с Мартой мы просто друзья. Не лги мне. Мне Лида рассказывала, что ты с этой был в Старгороде. Андрюша, ты в конце концов должен понять, ты не сам по себе. Ты член семьи. И только это делает тебя тем, кто ты есть. Нет, мама. Ошибаешься. Неужели ты действительно полагаешь, что мог бы чего-то добиться, если бы не был Даниловым? Да никто бы о тебе не знал, если бы не фамилия твоего отца. И этот магнат Купцов не связался бы с тобой. Это очевидно. То есть Лида тебе и про замок Купцова рассказала? Во всех подробностях? Андрюша, подробностей я не знаю. Но я знаю только одно. Эту Марту сюда никто не приглашал. Если она напросилась сюда, это уже прекрасно ее характеризует. Поверь мне, она, возможно, славная девушка. Может быть, даже умная. Но она тебе не пара. Ты уже женился один раз из чувства протеста. Хватит, Андрей. Хватит. Мама, перестань. Я не хочу с тобой больше это обсуждать. Ты слышишь меня? Боже мой. Я поняла. Слушай, это Марта в положении. И она рассчитывает выйти за тебя, чтобы потом распоряжаться всеми правами на Роман и Миши. Это очевидно. Боже мой. Это огромная сумма. А ты совершенно не умеешь распоряжаться деньгами. Да черт с ними с деньгами, мама! Тише. Тише. Перестань. Боже мой, что вы несете? Ты еще готова, чтобы не упустить деньги из рук? Ты с ума сошел. Возьми себя в руку. Мама. Перестань, что ли. Они тебе дороже родного сына. Знаменская ничего не понимает. Мама. Боже мой. Мама. Я ухожу. Кого ты ее подвенит? С ума сошел? Боже мой. Мама. Все, я ухожу. Если ты не знаешь, как мне поступить, дай ей денег. Я тебе помогу. Я устраиваю сказку, Андрюша. Марта, мы уходим. Нет, Андрей. Приглашаем всех в соседний зал, где сын Михаила Петровича Андрей вместе со своим лучшим другом Олегом Тарасовым исполнит шуточную композицию, которую обожал Михаил Петрович. Андрей, я тебя жду. Андрей, если ты не можешь уйти, не можешь, ты сейчас должен выйти и выступить, слышишь? Потому что это, если ты не выйдешь, то этот мерзавец, кто бы он ни был, победил. Он только этого ждет, а мы этого не позволим. Правда, посмотри на меня. Я здесь. Я с тобой. Я в тебя верю. Андрей, ты сможешь. Андрей, ты сможешь. Владимир, ¿кл from that church? Св wins. Андрей, все в порядке? Добрый вечер, спасибо, что пришли. Я хотел бы поблагодарить человека, без которого всего вот этого не было бы. Мам, спасибо тебе, что сохраняешь память об отце. Андрей, ты такой молодец, что ты вышел на сцену. Я тобой так горжусь. Ты вообще как? Знаешь, мартышка, я там кое-что понял. Что? Я все время ошибался. Я думал, что я боюсь сцены, хотя это совершенно не так. Я боялся осуждения матери. Знаешь, я все резко думал, что она меня ненавидит, что она чудовище и готова засадить меня в тюрьму из-за денег отца. Что за бред? Бред полный. Ужасный бред. Ты мне помогла опомниться. Ты. Андрей! Андрей! Андрей, господи, давай мы с ним в скорую. Все, я просто сильно ударился. Как так можно ездить вообще? Кто это был? Дома зальешь меня чем-нибудь. Все, пойдем. Какой дома? Поехали в полицию. Пойдем, говорим. Андрей! Да. Андрей, что случилось? Ты был сам не свой, это заметили все. Куда ты делался? Тебе нужна помощь? Нет, спасибо, Лида. Не надо. Ясно. Тогда я сегодня не приеду. Здесь еще фуршет продолжается. Да и вообще мне нужно подумать. Пока. Андрей, пойдем, нашла. Пойдем лечиться. Пойдем. Как сюда могли проникнуть? Смотри. Следы. Они еще мокрые. Значит, он ушел совсем недавно. Балконная дверь открыта. Скорее всего, проник сюда через крышу. А это машина? Вдруг он хотел тебя убить? Зачем проникать в дом и оставлять эти надписи? Нет, я думаю, убивать он не хотел. Скорее всего, это сигнал о том, что ставки повышаются. Под угрозой моя жизнь, может быть, и твоя. Я себя не прощу, если с тобой хоть что-то случится. Да вы обратимся в полицию, а? Ну, с чем мы к ним придем? С чем? С ночными звонками? А купцу скажут, что все это бред. И что охранник сам упал с лестницы. Ну, что у нас есть? Рубашка в краске, надпись на зеркале. Никто же не погиб, никого не покалечили. А машина? Ну, мало ли сумасшедших ездит по улицам города. Понятно. То есть в полицию мы не поедем? Нет, не поедем. Хорошо, Данилов, смотри. На зеркале помада, да? Значит, это женщина, правильно? Ну, почему? Это ничего не значит. Тут у меня в ванной, например, были женские духи и пижамы с сердечкими. Но это же не значит, что я женщина. Главное, что все худшее уже позади. Ну, да, да. Прости. 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 Мы же с тобой это уже проходили, да? Да, проходили. Кофе? А, да. Что такое? Ты что-то потерял? А, да. Не могу найти. Ключи отберу. А, ну, я тебе не помощник. Таксист сейчас приедет, я уже в банк опаздываю. Марта, спасибо, что осталась вчера. Ну, что ты? Как я тебя могла оставить одного? Как твои раны? Да вроде ничего. Спасибо. Ну, все. У меня пора. Угу. Это что, тебя показывают? О нестабильном психическом состоянии Данилова-младшего известно давно. Пять лет назад он даже подозревался в жестоком убийстве собственной жены, актрисы Нонны Даниловой. Тогда сыну знаменитости удалось избежать наказания, а Светлана Данилова подключила все связи, чтобы ее сын оказался в психиатрической клинике, а не за решеткой. Хотя, как утверждают специалисты, сама могла стать причиной его неуравнорешенности. Иначе как токсичными их отношения не назовешь. Мать мечтала сделать из маленького Андрюша великого музыканта и в своем маниакальном стремлении прибегала к крайней жестокости, если не сказать, к пыткам. Мы с Мишей мечтали, что Андрей будет вторым Рахманином. Здравствуйте, это Лидия Красновская. К сожалению, я сейчас не могу ответить. Пожалуйста, оставьте свое сообщение после сигнала. Вот тварь. Какой же я идиот, Господи. Какой я идиот. Я просто дурак. Поверил ей, Господи. Получается, Лида снимала фильм, что просто копаться в грязном белье. Марта, ты понимаешь, что мама купилась просто на все это? Зацепилась за возможность поговорить со мной. А Лида все просчитала? Угу. Она настроила маму против тебя. Она знала, что я начну психовать. Она надеялась на то, что я устрою спектакль на сцене. Это была кульминация ее сюжета. Ненормальная, больная. Больная, если она ради жареного сюжета готова пойти на все, даже дойти до свадьбы. Нет, нет. Это не только ради жареного сюжета. Это часть какого-то большого плана. И Лида в этом плане поучаствовала. Это надпись на зеркале. Рубашка. Брелок. Брелок из янтаря пропавшей. Таксист подъехал. Ну все, я уже никуда не поеду и останусь с тобой, сколько надо хоть до ночи, хоть… Марта, поезжай. Петя не переживет еще одной ночевки здесь. Да к черту Петю! Как к черту? В смысле? Ничего. Марта. Марта, подожди! Телефон! Привет. О, здорово. А Марта где? Марта уехала на такси, телефон вот оставила у меня. Понятно. Вы уже видели это? Ну, передачу Лиды? Да. Смотрели. На одном дыхании. Давай вечером свяжемся, обсудим. Главное не психуй. Да нет уже сил психовать, Олег. Знаешь, я никогда бы не подумал, что человека можно так ненавидеть, как ненавидит меня тот, кто все это затеял. Саша! Что такое? Ну, покурите, пацаны. Ладно. Ну и сколько ты успел вот это вот наклепать? Да совсем немного. Ну, может ли сто двадцать. А этого? Этого не печатал. Саша, это улика с места преступления. Поэтому, если ты хоть что-то знаешь, то самое время сказать. Где ты был в субботу утром? Да не печатал я постер, клянусь. В субботу с утра репетировал. Спросите у группы, они подтвердят. Ладно, Сань. Ментов я вызывать не буду, так уж и быть. Может, ты и музыкант хороший. Но с этого дня практика твоя у меня закончена. Собирай свои вещи и гудбай. Идет запись вызова. Алло. Это я. Вы не говорили, что этот постер в криминале светился. Я на такое не подписывался. Да, слушаю. Добрый день. Мне бы Мартина Владимировна. Она на работу уехала, а телефон оставила. Может, что-то передать? Это из женской консультации беспокоит. Ей нужно было сдать анализы. Результаты должны были прийти сегодня. Но их нет. Вы не знаете, она сдавала? Честно говоря, понятия не имею. А что? Простите, а вы ей кто? Муж? Я? Да. Муж. Тогда проследите, пожалуйста, чтобы впредь она следовала назначениям врача. Она и так очень поздно пришла. Пятый месяц и только первый осмотр. Подождите. Подождите. Как пятый месяц? Ну да. В карте значится. Семнадцать недель. Да. Привет. Марк, привет. Прости меня, пожалуйста. Ира, до завтра. Да, пока. Слушай, я боюсь. Данилов как-то узнал, что мы встречаемся. Данилов, на месте? Да при чем тут это? Нет его портфель, только на месте. Давай, пожалуйста, встретимся. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Привет. Привет. А ты что здесь делаешь? Рабочий день закончен. И вообще у тебя отгулы? Данилов уволил меня. За вещами пришел. Ну, ладно. Ключи охране сдашь? Ага. А ты почему на звонки матери-то не отвечаешь? Она вся извелась. Такой удар по репутации. И вообще опасается, что тебе придется в клинику к Знаменской снова ложиться. Да ничего не придется. Все в порядке. Уверен? Да. А что просил приехать? Да уж. Вот такая вот история, Олег. А потом, значит, вы дружно сделали вид, что ничего не произошло. Зачем? Ну как? У меня была Лида. А Марте ей... Ей нужны нормальные отношения. А на самом деле? Я побоялся потерять ее как друга. Я не был уверен, что мы можем быть вместе. Ты понимаешь, о чем я говорю? Ты сейчас серьезно? Абсолютно. Марта с тобой полжизни. И единственное, что было в этой жизни постоянным, это она. Ее готовность мчать к тебе, жалеть. Ну хватит уже, Олег. Я решил, что остаться старыми друзьями будет безопасней, что ли. Вот только ее ты забыл спросить. А теперь она все поняла и сделает все, пытаясь скрыть, что этот ребенок твой. Марта гордая и ни о чем тебя просить не станет. Тем более навязывать ребенка. Мы 15 лет дружим. Она никогда от меня ничего не скрывала и не обманывала. Ну, значит, в дружбе и дело. Она не хочет быть обузой, прекрасно понимая, что ты испытываешь к ней исключительно дружеские чувства. Или... Или она ошибается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сами пришли. Супер. Давайте, объясняйте. Вы что говорили? А? Что у нас прикольная музыка? Что если напечатают от хрена в постер, то вы добазаритесь там с кем-то, и мы попадем на фестиваль. А потом что? Стали завтраками кормить. Так что выполняйте обещание, иначе запись вашего голоса я отправлю Данилову. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Данилов, ты с ума сошел? Замки не сменил? Тебе вчерашних гостей мало? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А как бы я ни пришла! Ты прости, что я не предупредила! У меня телефона нет, я потеряла, представляешь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, ужин тебе приготовлю. А как к этому отнесется? Петрысик? Ничего. Нормально? Да. Кстати, твой телефон у меня. Ты забыла. Слава богу! Я думала, новый придется покупать. А, один неотвеченный кто? Из женской консультации звонили. Сказали, чтоб ты срочно сдала анализы, что ты и так поздно пришла. Так вышло. Ещё сказали, что пятый месяц уже, март. И что? Да нет, ничего. Просто я подумал, может, это ошибка какая-то. Потому что вы с Петей вроде как два месяца встречаетесь. Получается. Скажи, Данилов, вот если мы с тобой знакомы, пятнадцать лет, это даёт тебе право считать, что ты вот прям в деталях, знаешь, мою личную жизнь, ну даёт же. Данилов, а что с нашим расследованием? До сих пор непонятно, что у Веника есть на меня и где он был в субботу утром, это раз. Кто вырезал рассказ, мой рассказ о Нонне из сеанса Знаменской, это два. Кто был за рулем машины, три. Кто сделал надпись на зеркале в моей квартире. Так? И что делала Лида с янтарным брелоком в замке Купцова? А ты, кстати, проверял? Это точно янтарь? Чё, забыл, куда положил? Сюда я. Сюда я положил. Я точно помню. Получается, украли? Да, я. Слушаю. Андрей Михайлович, приезжайте скорее, пожалуйста. У нас в офисе убийство. Скорее, Андрей Михайлович! Продолжение следует... Я уже домой уходила. Вижу, ключи торчат. Думала, забыли. Вынула, а дверь открытая. Заглянула, а там он на полу в луже крови. Мартина Владимировна, подойдите. Так, кем вы говорите, работал у вас Корчагин Александр Михайлович? Практикант мой. Учился в архитектурном. Я поручал ему разные мелкие задания. Ну, что-то вроде этого. Ну, и как он работал? Справлялся? Да. Нормально он работал. А вот коллеги утверждают, что между вами были конфликты. Он несколько раз опаздывал на совещание. Пользовался служебной техникой, хотя по правилам бюро это запрещено. Печатал вот эти свои афиши. Вот эти вот самые, да? Да. То есть, получается, в ночь убийства он тоже нарушал правила? Я понятия не имею. Я до сих пор не знаю, что здесь произошло. Так вот, никто не знает. Вот ваша секретарша утверждает, что Корчагин пришел поздно вечером. Сказал, ему нужно забрать вещи. А потом пришел еще кто-то. И дал нашему потерпевшему по голове. Подождите. Наша дверь, она сама захлопывается. Она была открыта? Так ключики снаружи были вставлены. Вот эти вот самые. Это мои ключи. И как вы это объясните? Вчера я потерял ключи. Ясно. А кто вот это вот? Не знаете? Я понятия не имею, кто это. Но, по-моему, вы как раз и должны это выяснить. А вот мы этим и занимаемся, Андрей Михайлович. И то, что вы уже находились под подозрением в убийстве, честно говоря, вам не на руку. Учитывая, как говорят сейчас по телеку, ваше нестабильное психическое состояние. Прекратите! Прекратите. Он весь вечер был со мной и ночь тоже. Март. Что? Что? А вы кто? Я? Я подруга, близко. Вот. Я была у него, консьерж там сидел, он может подтвердить. А еще, еще и по дороге домой я заходила в магазин, купила продукты. Вот чек. На нем есть время, кстати. А чьи это очки? Не знаете? Это мы проверили. Проверьте, проверьте. Это же Андрей Михайлович очки. Владимир Иванович, смотри, говорят Данилова. Вон там нашли. Интересная штука получается, Андрей Михайлович. Вот вы говорите ни при чем, да? И алиби у вас вроде надежное. А вот это вот что? Это маячки. Ваши. А в кровяне почему? Знаете? Откуда? Товарищ капитан, консьерж все подтвердил. Но я еще камеры гляну. Подтверждается ваша история, Данилов. Тогда каким образом очки попали на место происшествия? Андрей Михайлович, все на месте. Несколько раз посмотрела. Ясно. Ира, свяжитесь, пожалуйста, с родственниками, Саша. Узнайте, нужна ли помощь. Не финансовая, а человеческая. Финансовую я обеспечу и прослежу. И да. Обзвоните всех сотрудников. Сегодня не работаем. Андрей Михайлович, а ваш портфель? Что портфель? Вы его вчера здесь оставили, я точно помню. Вы его не забирали? Нет, не забирала. А что? Его нет. Все осмотрела. Его, наверное, этот забрал. Который Сашу. Так, а что было в портфеле? Договора. Договора. Распечатки. Блокнот. Ты в своем блокноте ничего такого не писал? Только фамилии? Нет, спасибо. Да, фамилии тех, кто был замешан. Возможные мотивы. Короче говоря, ход расследования. Ну, откуда он знал, что блокнот у тебя на работе? Откуда он вообще мог знать про этот блокнот? Да не знаю я. Я и понимаю одно, что моя школьная привычка записывает все подряд. Она сгубила Сашу. Преступник он не остановится, пока не докажет всем, что Данила, вспехнувшийся, убийца. Я не хочу больше ждать, кто будет следующей жертвой. Времени нет совсем. Ты кому? Знаменской. Андрюшек, это замечательно, что вы сами объявились. Света места себе не находит. Все переживает за вас. Из-за пасквиля этой телегниды. Но вы же не выходите на связь. Разве так можно? Так это инфаркта недалеко. Так, кофе будете? Нет, Ариадна Филипповна. Я по делу. Угодникам полоумной старухи с ее капризами вы мне нравились больше. Но я вижу вопрос серьезный, вы даже не присели. Ну, слушаю. Зачем? Зачем вы убрали рассказ о том, как я нашел Нону? Он там точно был. С ума сойти. Ах, какая вкуснота! Ах, какая вкуснота! Андрюшек. Ваша маман стала обеспокоиться о здоровье своего чада, когда увидела вас на похоронах Миши. Выглядели вы неважно, и она испугалась, что может повториться нервный срыв. Как пять лет назад. Попросила меня о помощи. Но вы, Андрюшек, на свою голову стали рыться в прошлом. И даже подозревать, что от вас скрывается некая тайна. А возможно, всплывшая во время сеансов гипноза. И вы стали искать возможность, чтобы раздобыть эти записи. Я это поняла. И вам подыграло. Я сделала так, что записи вы стащили. Но главного травмирующего момента избежали. Потому что рассказ о том, как вы нашли Нону, я оттуда убрала. Но выясняется, что не прокатило. Подождите, то есть вырезанный кусок где-то есть. Я могу его посмотреть? Я мчусь в квартиру. Прохожу в спальню. Она лежит на диване неподвижно. Потом провал. Резкая боль. Видимо, ударили по голове. Я на пол. Рядом лежит Нонна. Я вижу белую булочку. На ней красное пятно. Оно расплывается в цветок. Красная лилия. Ну что, убедились? Вы талантливый архитектор, Андрюшек. А не какой-нибудь там душегуб. Спасибо вам, Арианна Филипповна. Вы меня опять спасли. Да не преувеличивайте. Я совершил ошибку, которая могла стать фатальной. Я не поняла, что этот ваш страх оказаться убийцей Нонны станет для вас, в конце концов, самым главным. Нужно было не скрывать, а наоборот, сразу показать все записи, чтобы вы не считали себя сумасшедшим. Особенно, если этого добивается этот ваш черный человек. Какой черный человек? Которого вы ищете. Торт-то доживет до дома? Ой, не переживай. Моя мама так его любит, что съест его в любом виде. Ну что, получается, нам нужно всех подозреваемых заново подозревать и проверять, кто с кем в связке. Да, и в первую очередь веника. Ты знаешь, я вспомнил, что он у меня просил очки. Он приезжал ко мне домой, пересчитывал деньги и попросил очки. Я тогда их видел в последний раз. Андрей, он дурак. У него ни мужества, ни характера, ничего. Да, но он врет мне про субботу. Он-то еще раз бывал у меня дома и видел в портфеле блокнот. И, кстати, дома у него ремонт. Я видел там голубую краску. А именно голубой краской было написано на стене у Купцова «Это только начало». Ты хочешь сказать, что веник ранил охранника, убил Корчагина. Это все для того, чтобы все подумали над тебя? Не знаю, не знаю, Март. Кто звонит? Неизвестный номер. Да. Хочешь посмотреть, как горит твой замок? На этот раз от него ничего не останется, даже стен. Если ты поедешь прямо сейчас, может, успеешь к представлению. Ты негодяй! Продолжение следует. Все только начинается. Кто? Кто это звонил? Это Нонна. Вернее, этот черный человек. Сказал, что замок Купцова горит. Надо ехать, Марта. Андрей, я с тобой! Нет! Черт! Эй! Заперли! Эй! Эй! Поехали на войне! Андрей! Нет, Марта! Нет! Да! Садись! Нет, Марта! Что нет? Ты никуда не поедешь! Что ты поедешь на моей машине без доверенности до первого поста до замка ехать полтора часа! Я вызываю такси, Марта! Такси будешь ждать вечность! Поехали, Андрей! Марта! Да садись! Ну все, Данилов, звони в полицию, уже пора. Смотри на дорогу, какая еще полиция? Это дом Купцова, он сам себе полиция. Ты кому? Охраняй замка. Не отвечает. Черт, не нравится мне все это. Надо сходить. Куда? Возвращайся домой, я проверю замок и вернусь обратно на такси. Нет, не ходи, Андрей. Возвращайся домой. Андрей! 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 Куда тебя ранило? Назад! Назад! Машина, Марта! Мамочка, мамочка, мамочка! Поехали! Боже, он не отстает! Боже, боже! Марта, пригнись! Туда нельзя! Стой! Андрей! Андрей, разобьемся! Андрей, тормози! Андрей! Андрей, стой! Не ходи к нему! Он тебя убьет! Господи, что он творит? Что это? Он же убить нас мог! А его ты за что? Тихо, тихо. На вылет? Да. Какая рука? Правая? Нет, левая. Понятно. Ничего, до свадьбы заживет. Кто вам позвонил про пожар? Не знаю. Номер не определился. Наверное, через интернет звонили. Голос я узнал измененный. Ну и машину вы бы, конечно, не запомнили. Нет. Темно было. Ну и что там? Дом Купцова-то сгорел? Нет, не сгорел. Я позвонил Лёше из службы безопасности. Охрана на обходе была, поэтому не ответили. С домом все в порядке. Ну, у Купцова всегда все в порядке. Страшно у нас работы, архитектор. Убивают, стреляют. Ладно, как из полиции придут, наберите меня. Хорошо, договорились. До свидания. Ну, как ты? Хорошо. Ты как? Ничего. Как ребенок? Может, меня попросить, чтоб тебя тоже осмотрели? Да нет, не надо. Все хорошо. Я же чувствую, не переживай. А ты уверен, что тебе надо ехать домой? У тебя же рука. Ну, а что я это буду делать? Погрек копать или лук косить? Ты за рулем поедешь. Хорошо. К тому же, у нас, знаешь что? У нас торт. Ты чего? Знаешь, что я сейчас понял? Все хорошее, что было в моей жизни, оно с тобой связано. Нет, ну, правда. Вот эти твои звонки. Визиты по ночам. Торт вот этот. Пиу! Знаешь, когда я узнал, что ты беременна, я так испугался. Я, я подумал, что я могу вот потерять это все навсегда. Может, это называется любовью. Я не знаю. Ты же меня никогда не любил. Да я жить без тебя не могу, Март. Только, идиот, не понимал это. Я сделаю все, чтоб ты была со мной. Может быть, для этого мне придется отбить тебя у Петрысика. Не знаю, может, придушить его. Данила, сейчас зареву. Я придушить, наверное, никого не смогу. И женщин отбивать у меня не очень получается. Да не придется тебе никого удушить, Данилов. Я же люблю тебя пятнадцать лет. Влюбилась в тебя, как ненормальная. Еще тогда в Риге, когда мы в теннис играли. Подожди, это в кафе, когда мы сидели? Да. В каком кафе? В теннис мы играли. Я еще сидела на лавочке. Ты подошел ко мне и сказал, что ты не играешь. Я говорю, но мне не с кем. Ну, ты говоришь, ну, давай со мной. А ты зачем меня про ребенка обманула? Я обманула? Обманула? Я? Я тебя, Данилов, не обманывала. Я просто, знаешь, как бы я не сильная, не робот, как ты себе, может, напридумывала. Я узнала, что беременна в пятницу, а потом скрывала от тебя, что это твой ребенок всего несколько дней, потому что я не знала, как ты отреагируешь. Я еще тогда в Старгороде решила, все, я не буду ничего усложнять. А то я знаю, он еще испугается до смерти. Или там предложит мне хуже всего стабильный брак, часть себя. Ты ж такой благородный, сверх мир. А мне твои милости, Данилов, не нужны, ясно? Я отлично справлюсь. Я справлюсь отлично вдвоем с мамой справлюсь. Да я не буду прилагать тебе часть себя. Не надо. Ну, стабильно, брак штука хорошая. Ну, правда, я и так все очень сильно затянул. Мне надо было на тебе жениться, а не на Ноне. Ты еще вполне, Данилов, можешь успеть жениться на мне. А я и хочу успеть. Правда? Правда. Мне кажется, что я догадываюсь, кто этот черный человек. Только я понятия не имею, что с этим делать, если все подтвердится. Что подтвердится, Андрей? Что тот, кто мечтает, чтобы все считали, что Данилов сошел с ума, и тот, кто открыл шкатулку, один и тот же человек. Да, конечно, Надежда Степановна, я обязательно. Летя, я из твоих грибочковых похлебку сварю к вечеру. Приходи. Ну, когда же я от вашей похлебки-то отказывался? А звонить тебе хоть можно будет? Можно. Ты главное не волнуйся. Не волнуйся. Ты еще должен сказать, будь хорошей девочкой. Я тебе скажу, сиди дома и жди меня. Договорились? Привет. Здравствуй, Петь. Привет. Я там грибов насобирал, вам принес. Вот. Петь, подожди. Ты это, Надежда Степановна, скажи, я вечером не смогу, она на ужин приглашала. Передам. Я правда не знаю, что сказать. Да ладно, но я, я все понял. Да, Олег. Андрей, здорова. Ты не забыл, что обещал вечером к Светлане Сергеевне? Я помню. Кстати, как она? Лучше, чем можно было ожидать. Сначала тебя винила, что ты вечно не с теми бабами связываешься. А потом подняла все свои связи, устроила Лиде такую травлю. В общем, как мне кажется, Лиде в этом городе работу теперь точно не найти. Приезжай, сам все узнаешь из первых уст, так сказать. Конечно. Я буду. Спасибо тебе. Прости меня. Да ладно, все, проехали. А он на ужин остается? Нет. Ну, тогда может я вечером зайду. Конечно, заходи. Зря же я, что ли, полдня Полис ушастал. Ну, все. По иронии судьбы, на этом кладбище снималась финальная сцена известной киноленты синоним мести, где пристала нона. Здесь же актриса и нашла свой, так сказать, последний причал. Вот. Пойдемте, я покажу могилу. Возложим цветы. Проходите вот там, в десятый участок, вон где могила с цветами. Да, да, мы поняли. Мы слышим место, конечно, очень атмосферное. Ну, и чего тебе? У меня к тебе только один вопрос, Веник. Что ты надумал? Надумал? А что я надумал? У нас с тобой уговор был, ты помнишь? Ты говоришь мне, где ты был в субботу, а я прощаю тебе долг. Нет у меня денег, Данилов. Отвень. Ну, хорошо. Это ты кому? Ребятам Купцова. Данилов, я всем скажу, что ты убийца. У меня доказательства есть. На тебе крови, как на киллере каком-нибудь. Слушай, Веник, я все равно ничего не понимаю в цирковых представлениях. Нет у тебя ничего на меня? Ты у меня сядешь. Алло, Леш, привет. Слушай, есть у меня проблема одна, личная. Да ладно, на, подавись. Леш, извини, я перезвоню. Говори, где ты был? У баб я был. У каких баб? Две крашены из фан-клуба Ноны. Ты видел их в прошлый раз на экскурсии. В пятницу выпили, они меня позвали к себе. Ну и вот. С утра сказали, если денег не будет, пришлют фотку жене. А она как раз вот должна вот-вот с детьми была вернуться из отпуска. Если бы она узнала, все, мне крышка. Не увидел бы ни ее, ни детей. Не мог я тебе сказать, понимаешь? Че ты ржешь? У нас с Ниной в последнее время все как-то уныло. А я человек современный, присыщаюсь быстро. Нужно испытывать острые ощущения. Ну как ощущения-то? Достаточно острые. Ладно, будем считать, что долг ты отработал. Есть у меня к тебе еще один вопрос. Бесплатный. Чего еще? Куда ты дел мои очки? Как они потом оказались в офисе? Ну так я тебе с коньяком на столе оставил. Понятно. Значит, самое страшное еще впереди. Это ты о чем это? Да так, мысли вслух винили. Я уже слышал, что вечером перед убийством Саши меня спрашивал секретарь архитектурной комиссии и прораб. Мне это не интересно. Мне важен тот, о ком вы умалчиваете. Я же вижу, кто он, Ира. Да больше никто не звонил. Ира! 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 Скажите правду, я вас просто уволю. Нет, я вам выпишу волчий билет. Вас больше ни в одно бюро не возьмут. И к тому же сдам полиции, как соучастницу в убийстве. Марк звонил! Тихо-тихо-тихо. Так-так-так-так. Все хорошо. Что ему было нужно? Он, он вас спрашивал. Так. Я, я ему сказала, портфеля здесь, а вас нет. Так. Так он спрашивал про портфель? Нет. Он вообще какой-то, какой-то странный был. Звонил с незнакомого номера. Мы еще поссорились недавно. И? Я у него прощения просила. Он будто не слышал. Ничего странного, голос я не заметил? Заметил. Так. Он будто был какой-то механический. Угу. Так. А теперь вспоминайте все, что вам сказал Гроссовский. До буквы. Вперед. Как что? Ты собираешься строить на месте, которое я застолбил еще в прошлом году? Привет, Данила. Здравствуй, Марк. Ну что, запорола комиссия твой проект? Привет. Данилов. На месте? Арина, добрый день. Это Данилов. Я понимаю, что вас не интересуют мои проблемы, и вы вправе повесить трубку. Я вам сейчас в двух словах расскажу, в чем дело, и куда я сейчас поеду. А вы с мужем оцените ситуацию и решите, сможете ли вы мне помочь. Не дергайся, Данилов, и не пытайся бежать. Пистолет заряжен. Идем к дому. Зачем? Чай с твоей матушкой пить. Болит ручонка-то? Болит. Пошел. Знаешь, мне как-то даже жалко. Все-таки ты мой лучший друг. В один горшок писали. Олег, зачем все это было нужно? Ты так ничего и не понял. За тем, что я тебя ненавижу. Вся моя жизнь состоит из ненависти к тебе. Кто ты? Богатый, бездарный, ленивый недоносок. С тобой носились как с гением. Тебе было положено все, а мне ничего. У меня не было родителей с фамилией Даниловы. Ко мне профессора на дом не приезжали. Я должен был все выгрызать, выклянчивать, выпрашивать. А ты? Ты все бросил и ушел. Как будто ты имел на это право. Как будто ты на самом деле чего-то стоил. Слушай, ну я же не стал музыкантом. У меня обычная… У меня обычная работа, Олег. Никакой мировой славы. Ну чему ты завидуешь? Да не завидую я тебе. Я восстанавливаю справедливость. Заходи. Ты, Данилов, не ценишь подарков судьбы. И за это будешь наказан. И прежде всего за мартышку. Что ты с ней сделал? Я? Это ты мучил ее 15 лет. Она втрескалась в тебя, как кошка, а ты ни черта не замечал, потому что ты самовлюбленный индюк. Она испытывала такую боль. И я страдал вместе с ней, потому что все эти годы любил ее. Понимаешь? Любил! А вот зато Нонна охотно со мной спала. Из мести, потому что ты вечно на работе и забыл про нее. Ты же ничего вокруг не видишь, Данилов. Я догадывался, что она мне из меня не знала просто с кем. Недавно понял. Мама сказала, что слышала от Нуны о созвездии. Это название твоей бесценной скрипки? Да, созвездия. Я думал, ты раньше собрасишь. Шагай, шагай. Вперед. Вперед. Олег, скажи мне, зачем ты убил Нуну? Чтобы тебя подставить. Зачем же еще? Я давно искал повод, а тут вдруг она заявила, что все тебе расскажет и больше не может тебя обманывать. Я лишь подогрел ее желание. Сделал вид, что ухожу, но ушел после того, как убедился, что она кинулась звонить тебе. И тут же вернулся так, чтобы не засветиться. Дал ей по башке, уложил. Оставалось только дождаться, когда ты явишься. Даже если бы следствие обратило внимание на ваши с ней синяки и шишки, они вполне вписывались в семейные разборки из-за измены. Сначала подрались, а потом взял и пристрелил. Но план заработал лишь отчасти, да? И тогда ты стал монтировать звонки из сохраненных в моем облачном хранилище. И звонки Нонны, и звонок от тебя жене Купцова, и звонки Грозовского. Скажи, а звонки от призрака Нонны ты стирал? Я поэтому не мог их найти. Как ты получил ключ от моего облачного хранилища? Именно из-за боязни провала в памяти пять лет назад ты сообщил мне пароль от своего облачного хранилища, как лучшему и самому преданному другу. И как ты узнал про замок Купцова? Представился твоим помощником. А этот дурачок-охранник не стал звонить проверять. А то, что в субботу утром ты поедешь в замок, мне сказала Лида. Когда вы сошлись? Почти сразу, как вы начали встречаться. Это я предложил ей снять фильм. Ну и, конечно, стравить тебя с матерью из-за Марты на вечере тоже моя идея. Лида умница исправно исполняла мои поручения. И с краской на обуви, и с янтарным брелоком, и с рубашкой. Чтобы, с одной стороны, ты винил себя за то, что подозреваешь близкого человека, а с другой был в постоянном напряжении, ведь кругом предателей никому нельзя верить. И на что же она соблазнилась-то? Ну, во-первых, я ей симпатич. А во-вторых, пообещал этой стервочке красивую жизнь и карьеру в Европе. Передача Лида должна была убедить всех, что я чокнутый. Ну, конечно, чокнутый. И тебе стали мерещиться звонки бывшей жены, кровавые рубашки, надписи на зеркалах. Да я бы первый об этом раскрукнул. А тут еще ты в припадке накинулся на своего сотрудника и замочил его. Но ты ведь не специально убил Корчанин. Да нафиг он мне сдался. Попался под руку. Я пришел в офис за твоим блокнотом. Скажи мне, Лида вытащила у меня ключи? Да. А этого заморыша я нашел в соцсети. Сказал, что я музыкальный продюсер и твой друг. Похвалил его Лабуду, пообещал ему участие в крутом фестивале за безобидную услугу. Сделал тебе сюрприз. Напечатать постер твоего любимого фильма с Нонной на твоем сломанном принтере. Чтобы ты потом рыскал в поисках крысы у себя в бюро. Но этот придурок стал угрожать, что сдаст меня. Пришлось его заткнуть. Зачем так сложно, Олег? Столько усилий ради того, чтобы доказать всем, что я невменяем. У тебя ж пистолет был. Ты мог сам все решить. Раз и навсегда. Ну, нет. Чтобы меня вычислили, нет. Вот только вчера я оплошал. Хотел загнать тебя в залив, а пистолетом только припугнуть. Но ты потащил за собой мою Марту. Которую ты так любил, что готов был убить? Да что ты знаешь о любви, Данилов? Да. Когда я увидел, что Марта даже беременная, готова рисковать жизнью ради тебя, я захотел убить вас обоих. Но потом я, слава Богу, одумался. Ты, Данилов, должен покончить с собой. Вот что? Сам. Сын знаменитого писателя, лишившийся рассудка из-за провала с замком Купцова и публичной ссоры с собственной матерью. А главное, мучимый многолетним чувством вины за смерть жены, покончил с собой у ненавистного дома детства. А? Звучит? Я уже вижу газетные заголовки. Как тебе, Данилов? Но это надо еще доказать. Зачем? Ты сам мне во всем признался. В телефонном разговоре. Пять лет назад. Вот. И самое страшное, Олег, я почти уверен, что в каком-то помыкнении я мог убить Нон. Просто ничего не помню. Как тогда на концерте в юности. Мне иногда не хочется жить. Вуаля. Ты сдохнешь, а я останусь единственным сыном Светланы Сергеевны. И мартышка будет со мной. Уверен в этом? Да. Потому что я всегда был рядом с ней. Слушал ее. Жалел ее. И сейчас после тебя я ее обязательно подберу. И ребенка твоего. Андрей Михайлович. Сейчас, Леша, сейчас. Леша, Леша. Держите. Дай руку. Идти-то можете, Андрей? Смогу. Надо полицию вызвать. Объяснить все, что и как. Да уж как-нибудь без вас объясним. Все в порядке. Вы это, матери позвоните. Успокойте. Мы же сразу к ней вломились, а вас нет. Где вы, я ей не сказал. Но я весь расклад выдал. Пришлось уж. Она распереживалась, помчалась к вам домой. Да. Данилов, я не норвашина. Я просто переживаю. Хочу узнать, там все с тобой в порядке? Все нормально. Он нам больше не навредит. Кто он? Олег Тарасов. Как вы, ты? Людю? Ты, т.е. … Когда ты вышла из-под контроля, я пригрела на груди эту жалкую пародию на гения. Боже мой. И в каком-то ослеплении подумала, что могу заменить кем-то своего сына. Господи, что я наделала? Что я наделала? Прости меня. Ну ничего. И ты меня прости, мам. Я думаю, что тебе лучше поехать со мной, ну пока вся эта шумиха не уляжется. Нет, мам. Я никуда не поеду. Я останусь здесь с Мартой, с моей Мартой и с нашим малышом. Прости, Андрей, но твои личные предпочтения не встречают моего понимания. Мам. Мама. Я сам решу, ладно? Давай есть? Давай. А Надежда Степановна? Надежда Степановна позже присоединится. Да. Как ты узнал, что это он? Я по шкатулке догадался. Только Олег знал, как ее открыть. И мог бы просто ее выкручить, но перемудрил. Видимо, хотел насладиться моей паранойей от пропажи якобы янтаря из запертой шкатулки. Почему якобы? Потому что это вовсе не янтарь оказался, а канифоль для скрипки. Видимо, Тарасов выронил ее, когда крушил там все. В замке у Купцова. И не заметил, как наступил на коробочку с канифолью. А на этой коробочке надпись была. Созвездие. Название его скрипки Страдивари, с которой он не расставался. А, и главное, такую конструкцию соорудил. А все сработало, как часы. Он прокололся с последним звонком от якобы Грозовского. Не учел знаешь чего? Что Ирина начнет выяснять отношения по телефону. И поэтому голос Марка показался ей механическим. И я сопоставил звонки от Нонны и Грозовского. И понял, откуда ноги растут. Из моего же, облачного хранилища. Да, Арина, здравствуйте. Да. Я вас понял. Хорошо. Хорошо, до свидания. Купцов принял замок без меня. Сказал, что понравилось. Ждут меня на следующей неделе обсуждать проект по жилому комплексу. Ой, прости, прости, прости. Все хорошо. Все хорошо. Да. Хорошо. Разъемы. Это Котовича, да. Стёпа, смотри, какие у вас там красивые шарики. Да, шарики. Куда у вас там? Вот сюда. Да, Вася, красный или зелёный? Красный. Красный. Мне тоже красный нравится. Семья, привет. Идёт страшно. Папа. Здравствуй, поросёнок. Папочка? А ты хлеба нам купил? Нет, забыл. А, молодец. Мама, не звонила? Светлана Сергеевна? Нет, пока. Уже прилететь должна? Алло, мам, ты уже в аэропорту? Я выезжаю, я тут рядом. Андрюша, не надо, меня заберёт Знаменское. Да не волнуйся, маму Марту мы тоже захватим. Ну, а ты будешь ругаться, но матросский костюмчик для пука и набор серебряных ложек я всё-таки везу. Да, и Знаменское там тоже какой-то презент готовят. Так что жди. Спасибо, мам. Мы вас очень ждём. Субтитры подогнали Симон.